Асхат Назаргалич Спасибо большое. Асхат Назаргалич Асхат Назаргалич Асхат Назаргалич Асхат Назаргалич Асхат Назаргалич В этом пункте 3 устанавливается перечень документов, приведён на слайде, с которыми необходимо обратиться в совет, который создаётся при Министерстве юстиции. Здесь упоминали даже есть у нас члены его, наши коллеги. Обратиться в совет по совершенствованию третийского разбирательства. И пакет документов очень сильно отличается от того, который необходимо предъявить арбитражному учреждению внутрироссийскому. Здесь всего лишь четыре документа. И если исходить из того, отвечая, следуя тому вопросу, а что же такое международная репутация, то, наверное, подходит всё-таки документ под цифрой 2 в приведённом слайде. Это справка с описанием истории и деятельности иностранного арбитражного учреждения. Никакой формы не существует этой справки, квизитов каких-то, требований. И, естественно, возникает вопрос. А что нужно представить по содержанию? Что должно быть отражено в этой справке, в этом документе? Я немножко, прежде чем раскрывать этот вопрос, хотел бы подвести вас, может быть, с позиции того, а почему у нас произошло реформирование третийского разбирательства. Отсюда начну и, естественно, подойду к самому содержанию. Я убеждён, если, я думаю, со мной согласятся большинство, что реформа была изначально продиктована необходимостью того, что не удовлетворяют потребностям публичных интересов то законодательство третийского разбирательства, которое было с 1 сентября, оно уже стало в истории. Но не так всё это, конечно, печально. По крайней мере, институты, которые ценные и хорошие, в новый закон вошли. И это очень хорошо. И вот если обратиться к тому же 165-му приказу, перечень документов, которые необходимо представить внутрироссийскому арбитражному учреждению, он достаточно внушительный. Я там не помню, там, по-моему, перечень из 12 документов. И для иностранного всего лишь только 4 документа. Можно ли мы из этого сделать вывод, что арбитражному учреждению иностранному, может быть, больше отдаётся предпочтение с позиции перечня документов, чтобы не загружать их? Может быть, это и так. Будьте добры. Третий слайд, пожалуйста. Четвёртый, извиняюсь. Вот слова известного русского философа, поэта, извиняюсь, писателя, достаточно просты. Вот говоря о народностях, Фёдор Михайлович Достоевский отразил то, что выделяет ту или иную нацию. И обратите внимание, в большинстве в данном случае всё это строится, конечно же, на таких нравственных, качественных составляющих. И вот честность, которая присуща англичанам, может быть, и это качество способствует тому, что в большинстве, если и спорящие идут за разрешением спора, то в английский арбитраж. Я не претендую, что другие народности не имеют этого ценности, имеют, несомненно. Я уж тут говорил, по крайней мере, это качество у финнов, оно очень сильно превалирует. И у них даже если кто-то получал визу в консульстве Финляндии, на себе ощутили действительность, как там всё строится и верят слову, тексту документа. И если документ обладает противоречием, то государственные мужи этого уважаемого государства, они уже начинают настораживаться. Что-то ты тут не то говоришь, что-то ты лукавишь. Вот принцип честности, которым пронизано законодательство европейских стран, в том числе по вопросу арбитража, я думаю, что это, несомненно, то качество, которое заложено и является одним из содержаний международного признания иностранного суда, если он претендует на работу на территории Российской Федерации. Ну и я хотел бы обратить, конечно, внимание на наших соотечественностях. Вот Фёдор Михайлович отмечает, что у русских есть умение понимать и принимать все другие народы. Вот смотрите, как получается, в действительности 44-я статья закона 382-го позволяет иностранным арбитражным учреждениям, пожалуйста, осуществляйте свою юрисдикцию третейскую арбитрирование на территории Российской Федерации. Мы исключаем всякие требования о перечне документов, предусмотренных частью 8-й статьи 44-го, а там перечень достаточно внушительный. И, несомненно, конечно же, это является очень хорошим залогом успеха развития сближения нашей юрисдикции с юрисдикцией той, которая существует в других странах. И, будьте добры, последний слайд, пожалуйста. В моём понимании широкая международная репутация может быть продиктована теми составляющими, которые здесь отражены. Я вот несколько слов прокомментирую, собственно, я на этом закончу. Здесь присутствуют нравственные составляющие, о которых я уже говорил. И честность, и, естественно, здесь уже говорили, коллеги, о доверии. И доверие в данном случае выражается в том, чтобы возможность доверять этому арбитражному учреждению, и доверие со стороны пользователей, тех, кто уже обращался. В качестве третьего признака я бы выделил об качественном обеспечении правильного разрешения спора. Здесь не хочется критиковать существующее государственное правосудие, но, тем не менее, вопросы к нему в действительности есть. И уважаемый профессор Боннер сегодня отмечал справедливо, это в действительности так. И те организационные проблемы, которые существуют в деятельности государственных судов, их нету в третейском, в арбитраше их нету. Если они и есть, то, по крайней мере, внутренний механизм, который позволяет решать эту проблему, как я говорил, допустим, в Финляндии предлагается, чем вам помочь. Полагаю, что в данном случае я не претендую на то, что это однозначное содержание широты признания международной репутации. Я думаю, что этот вопрос будет решен по мере работы Совета, ну и, собственно, может быть, какие-то публикации появятся, и мы с удовольствием будем их воспринимать. Спасибо за внимание. Спасибо, Расхат Назаргалеевич. Каприцефинская тема закрыта. С одной стороны, с другой стороны, всё только начинается, новый арбитраж. Так скажем, прошёл первую презентацию в России и, ну, дальше, так говорится, большому кораблю, большое плавание, чтобы у вас всё было хорошо и в России, и в Финляндии, и в мире в целом. Уважаемые коллеги, мы продолжаем, и я с большим удовольствием хотел предоставить слово нашему пермскому другу, коллеге Денису Наильовичу Латыпову. Спасибо, Дмитрий Хамитович. Прежде всего, стоит от всей пермской делегации поблагодарить вас за очередное приглашение на симпозиум. Всегда рады к вам приезжать в гости. Дмитрий Хамитович, коллеги, перед тем, что... Дело в том, что как-то так получается, что каждый приезд в Казань сопровождается днём рождения нашего коллеги из кафедры Пермского государственного университета. Это Клящин Алексей Александрович. Давайте поаплодируем, поздравим его. Пожелаю ему здоровья, счастья. Ну и теперь, собственно, о той проблеме, которую мы выбрали для освещения на настоящем симпозиуме. Несколько мы отодвинемся от проблем третейского разбирательства и поговорим о разумных пределах взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя в арбитражном процессе. По тексту название такого доклада состоит, наверное, у всех практикующих юристов. О наболевшем. Много трудов на этот счёт написано. Тема достаточно избитая. Много разъяснений высшестоящих судебных инстанций, начиная ещё с высшего арбитражного суда. Мы с вами помним и информационное письмо президиума, высшего арбитражного суда, известное, и пленум высказывался. Высказывался ныне, в январе 2016 года появился известный пленум Верховного суда по вопросам судебных расходов, который затронул отдельные аспекты компенсации расходов на оплату услуг представителям в процессе гражданском и арбитражном. Но, тем не менее, дискуссия о целесообразности определения разумных пределов в законе остаётся по сегодняшний день. Дело в том, что подход, вот, например, если взять Пермский арбитражный суд, подход к определению вот этих разумных пределов достаточно разный, причём разный среди судебных составов, единого какого-то понимания в констатации этих разумных пределов нет, мнения расходятся, и возникает сложность у наших доверителей, которые к нам, как к адвокатскому практикующему сообществу, обращаются. Собственно, работаем мы не с юристами, а с гражданами, с предпринимателями, которые всегда задают вопрос. Вот мы вам деньги заплатили, а сколько мы сможем компенсировать, если мы победим? Начинаешь говорить о том, что вам компенсирует разумный предел, возникает вопрос, ну что значит разумный? Разумный у всех понимание разное. Сколько в цифрах? И наверняка ни один практикующий юрист конкретную цифру никогда не назовёт. Если наши клиенты математики, они это просто не понимают. Цифру назовите, мы будем планировать свой бюджет, мы будем ориентироваться, вообще, в принципе, нам эта война нужна или нет. Вот был бы здесь Гангала Бронислав Мячеславович, известнейший наших цивилистов, он бы напомнил, что закон у нас вообще право существует для людей. В этой связи хотелось бы несколько идей о разумности, о разумных пределах высказать. Как решить эту проблему? Ну, во-первых, примерные критерии мы с вами помним ещё в 2004 году сформулированы информационным писемопрезидиумом высшего арбитражного суда в 1982-м. В частности, одним из критериев является сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов. Вот опять же, если мы вернёмся к Пермскому арбитражному суду, как правило, разумный предел определяется судом на основании сведений адвокатской палаты, рекомендуемых гонораров по оплате услуг представителей в гражданском либо в арбитражном процессе. И этими сведениями, как правило, в общем формате суды руководствуются, по крайней мере, в Пермском крае. Вот возникает вопрос о правомерности такого подхода. Дело в том, что мы полагаем, как эту проблему можно решить. Ну, есть радикальный подход. Вот ещё на Третьем Пермском конгрессе учёных юристов Виктор Павлович Мазолин придерживался такой идеи, что вообще природа судебных расходов на представителя, по его мнению, относится к убыткам. А раз к убыткам, то их и нельзя снижать по правилам процессуального закона. Надо компенсировать в том объёме, в котором заявили. Конечно, весьма спорный тезис, поскольку здесь неочевидно наличие нарушенного права для компенсации этих убытков, что является необходимым элементом для взыскания убытков как таковых. Но, тем не менее, такой подход существует. Он, наверное, радикальный и, скорее всего, он будет противоречить разъяснениям конституционного суда, которые говорят нам о том, что нельзя нам посредством такого взыскания ограничить доступ к правосудию. Перед обращением в суд, естественно, каждое лицо, которое будет, каждое лицо, чье право нарушено, будет ориентироваться на возможный проигрыш и просто в суд не пойдёт. Мы, наверное, сторонники второго подхода к сохранению каких-то критериев разумных пределов, но посредством изменения этой категории. Каким образом? Вот сегодня в законе есть федеральный закон об оценочной деятельности. Он содержит понятие рыночной стоимости. Вот эта рыночная стоимость уже в силу закона об оценочной деятельности содержит в себе критерии разумности, вознаграждения в том числе. В силу прямого указания в законе об оценочной деятельности услуга может являться объектом оценки. Так быть может нам, это я как тезис сейчас озвучиваю, это наше мнение нашей кафедры, быть может нам заменить разумные пределы на рыночную стоимость. Тогда всё будет понятно. У нас есть наработанная практика по определению рыночной стоимости того либо иного объекта оценки. И все стороны будут руководствоваться теми пределами, которые обусловлены рынком. И тогда мы поймём, что арбитражный суд, когда определяет разумный предел судебных расходов на представителя, он не должен анализировать рынок услуг юридических на соответствующие территории. У него цель-то другая в силу федерального конституционного закона о судебной системе. Он отправляет правосудие. Это не оценщик. Мы полагаем, что разумность должна определяться специалистом в соответствующей области оценщика. Если такую категорию внести в закон, да, мы скорее всего усложним процесс по взысканию судебных расходов. Пойдут очевидные экспертизы, представления отчётов с разных сторон, судебные экспертизы и так далее. Но, наверное, тогда, когда доверители будут к нам обращаться за оказанием юридической помощи в целях представления их интересов в суде, они уже будут понимать, что их расходы будут компенсированы в пределах рыночной стоимости таких же аналогических услуг. И им всё станет понятно. Не разумный предел, который определяется судом по разным критериям, без единого подхода, а в рамках рынка. Спасибо. Так, Денис, большое спасибо. Вот в продолжение вашего доклада в рамках дискуссии Игорь Николаевич Смоленский у нас находится здесь. Это судья арбитражного суда Павловского округа. Тематика вашего доклада, она сочетается с предыдущим выступлением, поэтому в порядке реплики, дискуссии, вот вам слово хотелось бы предоставить. Спасибо большое за возможность. В симпозиуме и всем участникам симпозиума хочу передать привет и пожелания результатов этого симпозиума хороших и теоретических и практических наработок. Вот, может быть, даже не столько реплика, сколько иной подход к рассмотрению обозначенной проблематики я бы хотел озвучить в своём выступлении. Мы часто говорим о том, сколько взыскивать в качестве оплаты услуг представителя за его работу по представлению интересов лица, участвующего в деле. А сейчас, как уже было отмечено, Верховным судом в январе текущего года был принят пленум номер один по судебным расходам, где Верховный суд обозначил, что речь идёт не только о расходах сторон, но и других лиц, учащих в деле, в зависимости от степени эффективности их участия. Мне бы хотелось вот на чём заострить внимание. У судей, практикующих, в отличие от представителей юридической теории, чаще возникает вопрос, оплатить ли, оказаны ли услуги. Почему? Потому что зачастую именно суд принимает решение, разрешая спор, исходя из его публичной обязанности как юридической органа по разрешению конкретного спора. И зачастую именно на суд возложена обязанность правильно прилить характер спорных правоотношений и правильно применить закон. Суды это делают вне зависимости от того, насколько, с одной стороны, добросовестен специалист и специалистен он вообще. Вот в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что в 48 статье Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждому, помимо защиты права, право, да, и именно реализация судебного способа защиты права гарантируется, и право на получение именно квалифицированной юридической помощи. Вот в этой связи хочу обратить внимание, что оказание неквалифицированной де-факто юридической помощи, на мой взгляд, не может признаваться в качестве основания для распределения соответствующих расходов в пользу лица, в пользу которого, собственно, и был разрешен судом спор. Другими словами, оказание неквалифицированной юридической помощи, это де-факто и де-юре, на мой взгляд, есть не что иное, как нарушение конституционного принципа, в том числе право на судебную защиту и получение такой помощи. На что еще хотелось бы обратить внимание, что любая юридическая помощь – это услуга, которая предоставляется населению, а если мы говорим о юридических лицах, то, исходя из позиции Европейского государства по правам человека, все юридические лица – это есть объединение граждан, так вот юридическая помощь оказывается на возмездной основе, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством, когда компенсация соответствующих услуг ставится в зависимости от субъектного состава спорных правоотношений и из регулирования соответствующих отношений к действующим законодательством, в частности, законом о бесплатной юридической помощи, о прокуратуре в Российской Федерации. Мне, с учетом высказанной позиции, представляется все-таки преждевременным, а может быть даже и ошибочным утверждением о том, что определять адекватность юридических услуг может соответствующий эксперт-оценщик. Почему? Потому что только суд может определить, оказана ли помощь или нет. Да, им принимается решение, но не факт, что это решение принимается по итогам качественно оказанной юридической услуги. Поэтому принимать к сведению заключение эксперта-оценщика о рыночной стоимости услуги, на мой взгляд, не совсем правильно. Почему? Потому что в данном случае мы имеем дело, опять-таки, с усмотрением, но не судейским, а с усмотрением специалиста, наверное, все-таки не в области права, в области экономики, что не совсем адекватно для характера спорных постсоциальных правоотношений и вытекающих из них обязательств по их оплате. Кроме того, на что хотелось бы обратить внимание. Вот в пленуме, которое я назвал, закреплено то, что существовало ранее в судебной практике, в том числе и в практике арбитражных судов, о том, что суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату субпредставителя, если заявленное к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся или доказательств, то есть явно неразумный и чрезмерный характер. Вот ранее в арбитражной практике существовала позиция, согласно которой суды не вправе были уменьшать свящие расходы, тем более, если об этом не заявляет другая страна. В настоящее время произошла такая адаптация взаимной практики и ее унификация, как ранее суды общей юрисдикции, так и сейчас арбитражные суды исходят, с одной стороны, из заявления об уменьшении расходов на оплату субпредставителей и других условий, которые могут повлиять на определение размера судебных издержек. Кроме того, Верховный суд в своем постановлении отметил, что суд вправе отнести судебные издержки именно на лицо, злоупотребившее своим процессуальными правами и не выполнившее свои процессуальные обязанности, либо не признать понесенные им судебные издержки необходимыми, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятению рассмотрения дела и принятию итогового судебного акта. Вот остался, на мой взгляд, неотвеченным, неотвеченным, не получил ответ вот такой вопрос. Вот что понимается под лицами? То есть это лица, учащиеся в деле в понимании процессуальных законов ГПК или АПК, либо это речь идет о конкретном участнике процесса. Представляется несправедливым применение подобного данного разъяснения именно в отношении конкретных сторон, изцов, ответчиков, третьих лиц, заинтересованных лиц. Предполагаю, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности прямого отнесения таких неблагоприятных последствий именно на представителей, то есть на лиц, которые, по сути, формируют линию защиты участников процесса. К сожалению, в настоящее время в актах законодательства такого положения нет, а на мой взгляд, его стоит вести. Кроме того, на что обращаю внимание? На то, что в действительном законодательстве, в том числе в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре Федерации, в 19-й статье предусмотрено обязательное страхование имущественной ответственности адвоката за нарушение заключенного с длительным соглашением об оказаннической помощи. Но, опять-таки, на что следует предвнимание? У нас, к сожалению, до сих пор нет закона, который предусматривал такой вид страхования. А из судебной практики, к сожалению, мы не видим, чтобы такие договоры, стороны сгущали добровольно. Если обратить внимание на сайты страховых компаний, то такие страховые продукты на рынке страховых услуг также отсутствуют. То есть, таким образом, можно прийти к выводу о том, что в настоящее время какой-либо ответственности наши уважаемые представители, адвокаты, и не только адвокаты, к сожалению, не несут. И, на мой взгляд, вот сейчас именно этот вопрос является наиболее актуальным. С коллегой соглашусь, что, что касается проблематики справедливости судебного распределения расходов, достаточно много написано и сказано. Но, что касается ответственности представителей за некачественно оказанные юридические услуги, и, к сожалению, ни в науке процессуальной, ни в практике ничего не описано. К сожалению. Соответствующие акты судов общей юрисдикции, я проверял, в открытом доступе не находятся. Опять-таки, арбитражный суд по таким спорам решение принять не может. В то же время, я считаю, что разрешение подобного вопроса это цель законодателя, на мой взгляд, в этой процессуальной части первоочередной важности. Почему? Потому что, действительно, установление такой ответственности и такого обеспеченного страхования повлияет и на величину стоимости оказываемой услуги. Конечно, она вырастет. Но, с другой стороны, коллеги, мы с вами знаем, что дешевого, бесплатного правосудия не существует, его не может быть. Это противоречит концепции экономического правосудия, так же, как и не может существовать бесплатной медицины. И поэтому кажется, что в ближайшее время этому вопросу необходимо уделить законодателю серьезное внимание и принять соответствующие нормативно-правильные акции. У меня все. Игорь Николаевич, спасибо большое, что не остались равнодушными. Пришли, отвлеклись от судебных процессов, да, ну еще и плюс выступили. Ну, наверное, истина где-то посередине, можно так сказать, нет? Может быть, Денис Наилич в ответ что-то хочет, хотя у нас не предусмотрено регламентом, да? Сколько юристов, столько мнений. В общем, так получается. Ну, если позволите, конечно, у меня еще был небольшой вопрос в рамках дискуссии, быть может, китайским коллегам, коль скоро такая уникальная возможность появилась, если это возможно. Я думаю, в рамках неформального общения такая возможность точно будет. В рамках реплики, ну, буквально на три секунды. Все-таки, когда мы отдаем, мы говорили только сейчас, я коснусь вопроса только разумных пределов, не всех прочих процессуальных вопросов по взысканию расходов на оплату услуг представителей, когда мы говорим об определении конкретной суммы, которую взыскивает суд в рамках разрешения вопроса о компенсации расходов на оплату услуг представителя суд, на свое усмотрение определяет какие-то цифровые параметры, то есть стоимости, которую он взыскивает. Но он ведь не исследует рынок, он ведь не знает, а сколько стоят такие же аналогичные услуги, независимо, качественно, некачественно они оказаны. Это другой совершенно вопрос. И такой задачи у суда нет, он отправляет правосудие. С учетом принципа состязательности сторон, который в девятой статье АПК установлен, наверное, суд и таковыми правомочиями не должен обладать, он должен только исследовать то, что стороны ему представят в рамках этого вопроса, наверное. И, соответственно, оценщик, коль скоро он профессионал в определении именно рыночной стоимости услуг, он рынок этих юр-услуг может посмотреть. Это его профессиональная стезя. Поэтому мы-то полагаем, что все-таки, может быть, может быть, такой опыт был бы полезен, пусть даже хотя бы не в рамках изменения орбитажного процессуального кодекса, а хотя бы на уровне разъяснений Пленума. Спасибо. Так, ну, мы постараемся в своих рекомендациях это отразить, видимо, по итогам симпозиума. И, как минимум, в рамках публикации журнал открыт для всех мнений, и мы можем публиковать более развернутые статьи. И Игорь Николаевич и Денис Наилович могут свои мнения предоставить всем нашим читателям. Но мы двигаемся дальше по программе. Я с большим удовольствием хотел предоставить слово Михаилу Зиновичу Шварцу, Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кафедрой гражданского процесса. Зная о том, что вчера он был в Тюмени и успел поучаствовать во вторых сибирских чтениях, и вот удачно совместил это ещё и сказание. Большое спасибо, что вы приехали. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже очень рад быть здесь, тем более, что я, к стыду своему, должен публично признаться, первый раз приехал на симпозиум вестника гражданского процесса, и более того, вы сказали, 29 выпусков, до сих пор не имею там ни одной публикации, должен срочно исправиться. Но что касается тематики конференции, то действительно 27 числа состоялось первое заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства, и я должен сказать, что я, может быть, тоже с определённым, так сказать, ожиданием на него ехал, с ожиданием прояснить в полной мере цели разработчиков закона, потому что третейское разбирательство, ну, это банальная истина, в наименьшей степени подвержена какому-либо нормативному, такому формально-бюрократическому регулированию, и, конечно, все эти институты вхождения третейских судов на эту, так сказать, площадку этой деятельности через разрешительные механизмы вызывали и продолжают вызывать вопросы, и я тоже, повторюсь, в этом смысле с определённого рода настороженностью ехал и хотел понять изнутри, какова же идея разработчиков закона. Ну, как и положено на таком установочном, организационном первом заседании, его открыл министр юстиции Александр Владимирович Коновалов, который, в общем, произнёс вполне ожидаемые слова и прямо сказал, если мы не используем этот шанс вернуть доверие к третейскому разбирательству, то следующий такой шанс в России появится не скоро. И задача борьбы с карманными судами, ну, со всевозможными злоупотреблениями, она в очередной раз была произнесена, ну, в общем, она была и очевидна. И вот, пожалуй, там я сам как-то внутренне примирился с этой идеологией закона, при всём том, что, конечно, с такой научной точки зрения, как исследователи, мы все понимаем, что вот такой разрешительный порядок, и кто-то должен подтверждать свою международную репутацию там каким-то образом, ну, вроде чиновники, контролирующие третейское разбирательство, ну, никак это вообще одно с другим не вяжется. Но, повторюсь, там я немножко с этой идеей примирился, потому что идея разработчиков стала понятна. Они стремятся вывести третейское разбирательство из тени, и сам этот совет, и вот такая процедура, может быть, бюрократическая, конечно, но на данном этапе мыслится как инструмент как раз вытащить на свет Божий и третейские суды, и их председатели, и их членов, и тех, кто за этим стоит, и придать этому всё публичное такое обсуждение, опубликование. Там, естественно, присутствовала пресса, и будет она присутствовать на всех прочих заседаниях этого совета. Ну, в общем, через такие легальные, открытые публичные механизмы запустить, наверное, процессы самоочищения третейского разбирательства, и, повторюсь, вывести его на свет Божий из той тени, в которой он, к сожалению, длительное время находится, и это, конечно, и привело к тому неприятию, мы знаем, со стороны судебных органов, и к осторожности со стороны судебных органов. Ну, а если здесь государственные суды не почувствуют возможности доверять, и обе системы не сделают шаги навстречу друг другу, то ясно, что будущего у третейских судов-то не будет. Государственные суды-то всё равно своё возьмут, это ясно, а у третейских судов не будет. И поэтому при всех издержках и этой модели в законе, и тех возражениях, которые нас вызывают, я подумал, что, наверное, как политико-правовое решение законодателя и разработчиков Министерства юстиции это решение, может быть, не самое лучшее, но, по крайней мере, это очевидное движение вперёд, и следующие 3-4-5 лет как раз и будет происходить этот процесс, так сказать, возрождение на основе этого самоочищения институтов третейского разбирательства, когда эти репутационные механизмы должны заработать, публичное гласное обсуждение, работы этого совета, его протоколы, материалы, которые там будут поступать, вопросы, которые там будут задавать, со всех сторон. А кто представлен в совете? Ну, в первую очередь, объединение корпоративных юристов, целый ряд представителей этого объединения, члены, ну, заинтересованные министерства, Министерство финансов, Администрация президента, естественно, само Министерство юстиции, адвокатское сообщество представлено, ну, в основном бизнес представлен, в основном, конечно, структуры бизнеса и науки. Ну, и таким образом будем надеяться, что и у Министерства юстиции, и у Совета получится выполнить ту самую миссию, которую оно должно реализовать. Хотя те переходные моменты, о которых говорил сегодня Глеб Владимирович, они, очевидно, возникают, закон придется толковать, разбираться. Ясно, что все урегулировать не смогли, будут возникать вопросы, которых прямо в тексте нет. Ну, а дальше после министра выступила Александра Нестеренко, председатель объединения корпоративных юристов, и произнесла буквально такие слова. Может быть, это оговорилось, но, с другой стороны, в этой оговорке был и глубокий смысл. Она сказала, что третейские суды должны вернуть к себе доверие. Доверие необходимо, возможно, получить только в условиях престижа третейского разбирательства. А чтобы вернуть престиж, нужно заполучить доверие. Но вот этот вот, так сказать, замкнутый круг, он, с одной стороны, выглядел как оговорка, а с другой стороны, повторить, в нем был глубокий смысл, потому что тут одно без другого не существует. Выступил вице-президент торгово-промышленной палаты Виталий Владимирович Чубаров, который рассказал о том, как сейчас работает Международной коммерческий арбитражный суд при ТПП. Они уже разрабатывают регламенты. Естественно, как первопроходцы на себе обкатывают эти механизмы. Он, например, сказал, что они не видят необходимости принимать отдельный регламент корпоративных споров с тем, чтобы он не дублировал обычный регламент. И поэтому регламент корпоративных споров будет как раздел в основном или общего регламента, ну, для того, чтобы не создавать его в качестве самостоятельного, где 80% информации просто дублировалось бы. Кстати, в связи с корпоративными спорами сразу возник вопрос, обсуждали проект приказа министра юстиции о порядке опубликования третийскими судами информации в сети интернет. И коллеги высказались относительно того, что вот теперь про корпоративные споры что сказали? Что, как и в государственных судах, информация о поступлении корпоративного иска должна быть размещена на сайте. А как же с принципом конфиденциальности третийского разбирательства? Это ведь будет green mail, это можно будет злоупотреблять. Значит, для того, чтобы подорвать репутацию корпорации, юридического лица, можно будет закинуть иск, завтра эта информация сразу на сайте. Ну, со всеми вытекающими отсюда репутационными деловыми издержками. И вот мы видим как раз, что, конечно, это решение относительно корпоративных споров находится в противоречии с принципом конфиденциальности. Или, правильнее сказать, принцип конфиденциальности так реализован в отношении этих споров, что в значительной мере, так сказать, усечённые. Далеко не всё там можно будет покрыть этой конфиденциальностью, они становятся в значительной степени гласными, рассмотрение в третийских судах в этом отношении. Ну и второй документ, который обсуждали на заседании, это перечень номенклатуры юридических специальностей, научная степень по которым кандидаты юридических наук, докторы юридических наук имеют значение для того, чтобы стать третийским судёй, вот согласно положениям закона. Ну, в общем, министерство провело большую работу и, начиная с 1962 года, изучило все номенклатуры наших научных специальностей, которые утверждались, переутверждались, менялись за все эти годы, и предложило список, в который вошли наши традиционные специальности, гражданское право, международное право, ну и гражданский процесс, в разных вариациях, в которых они сочетались, включая хозяйственное право и предпринимательское право, в которых они сочетались за эти годы по нормативным актам, начиная, повторюсь, с 1962 года. Ну, тоже от представителей объединения «Деловая Россия» прозвучало предложение включить в перечень этих научных специальностей уголовное право, потому что сегодня третийские судьи налево и направо сталкиваются с криминальными вопросами, и поэтому нужны нам, так сказать, в качестве третийских судей не специалисты в гражданском, семейном и жирном частном праве, а специалисты в уголовном праве. Но единодушно Совет отверг это предложение и остался на позициях специалистов частно-правовой области, ну, либо в области, естественно, судопроизводства гражданского арбитражного процесса. Ну, вот такова вкратце информация о том, какие вопросы обсуждались. Два документа – это перечень научных специальностей и проект приказа министра юстиции о порядке размещения информации, которая предусмотрена законом для обязательного размещения в сети интернет. Ну, а что касается научной части, то я в оставшееся время два слова хотел бы сказать вот о какой проблеме, которая мне представилась интересной в свете закона. Естественно, законы здесь, повторюсь, надо поддержать разработчиков, преследовал в первую очередь политико-правовые цели оздоровления третийского разбирательства. Проблемы догматического свойства, теоретического свойства интересовали, наверное, их далеко не в первую очередь. Это не значит, что они игнорировали их, но широкой, так сказать, теоретической дискуссии вокруг этого закона не было. Скорее, дискуссия ведётся вокруг организационных вот этих вот аспектов третийского разбирательства. Между тем, в этом законе впервые, поправьте меня, если я пропустил какое-то положение предыдущего законодательства, появилось положение об ответственности арбитра. И этот вопрос, а, кстати, он не только характерный третийского разбирательства, мы знаем, что вопросы юридической ответственности, они как лакмусовая бумажка в любом вопросе для того, чтобы глубже постичь правовую природу того или иного явления. И когда закон в 51-й статье предусмотрел эту ответственность арбитра и, по сути, ввёл его иммунитет от ответственности, установив, что такая ответственность исключительно возникает, когда в рамках уголовного дела установлены совершения преступлений, там может быть заявлен гражданский иск в уголовном деле. Вот, ведя во всех остальных отношениях иммунитет от ответственности, вот мне представилось, он в этом смысле слова поторопился. Это, знаете, тот случай, я бы сказал, когда появившееся регулирование хуже отсутствия всякого регулирования. В прежнем законе не было регулирования. И можно было рассуждать, ставить вопросы в судах о привлечении третейских судей к гражданской деликтной ответственности, обосновывать, что это деликт. Ну, возникает, конечно, вопрос вообще, главный здесь, почему я сказал, что через ответственность мы выходим к пониманию правовой природы соответствующих явлений. Возникает, конечно, вопрос о том, что есть бремя арбитрирования и когда оно возникает. Вот Елена Ивановна сегодня уже упомянула, когда оно заканчивается и как оно возникает, и можно ли опять его принять, если разбирательство уже закончилось, а Государственный суд предлагает вам возобновить разбирательство. Ну и вообще, какова природа бремени арбитрирования? Сказать, что это чисто договорное отношение, конечно, язык у нас не повернется. Между тем и момент вхождения в эти отношения, возникновения этого бремени и момент прекращения этого бремени, а статья такая о прекращении появилась, о прекращении полномочия арбитра, ну и в конечном итоге о природе ответственности является ключевым. Уж коли цель этого закона это оздоровление третейского разбирательства, то, видимо, без решения вопросов ответственности третейских судей оздоровить до конца не получится. Но мы по нашей привычке, естественно, оздоравливаем бюрократически, как умеем, так сказать, включением аппаратных механизмов оздоровления в первую очередь. Но если подвергать эту материю уже свободному, так сказать, чистому юридическому анализу, то здесь ответственный вопрос, а какую ответственность несет арбитр перед сторонами. Причем сам закон впал, как представляется, здесь в противоречие, потому что статья, посвященная прекращению полномочия арбитра, прямо называет такое основание прекращения, как то, что арбитр слишком долго не приступает к рассмотрению дела. То есть, другими словами, просто ненадлежаще выполняет эту функцию арбитрирования. Но раз мы ему доверили, он принял на себя время арбитрирования, и вот мы от него ждем чего-то, а он что-то ничего не делает и не делает, и мы уже и пишем уже, давайте заседание назначать, а он что-то не занимается этим или вообще там тянет время и так далее. Наконец, стороны имеют право договориться, что они прекращают его полномочия, потому что он ничего не делает. Но время-то потеряно. Возможно, за это время утрачиваются доказательства. Да и вообще это просто проволочка. Государство отвечает сегодня в виде компенсации за нарушение разумных сроков судебного разбирательства. А этот арбитр отвечает? Или это риск сторон? Коли уж доверили, то вот именно потому, что мы ему доверяем, поэтому он и пользуется иммунитетом от деликтной ответственности во всех случаях, кроме преступления. Вот как это разрешить эту коллизию между тем, что любое противоправное поведение должно караться соответствующей ответственности и приводить к восстановлению нарушенных прав, с одной стороны, и тем, что теперь в законе введен этот иммунитет, который можно оправдать, повторюсь, только этой идеей. Идеей о том, что раз уж доверили, то приняли на свой страх и риск, что он окажется негодяем и будет плохо работать, но претензии будем предъявлять только к себе. Не надо было вообще ему, так сказать, и доверять эту функцию. А уж коли его выбрали, то это проблемы самих спорящих сторон. Я сам полагаю, что, хотя не могу сказать, что исчерпывающе исследовал этот вопрос, и очевидно, вот нам предстоит всем еще ответить на этот вопрос. Кстати, в XIX веке, если мы посмотрим те труды, которые любезно были, в частности, переизданы на страницах журнала «Тритейский суд», я имею в виду труды, классические, Волкова там и так далее. Там-то вопрос, правда, не сказать, что очень подробно, но классики-то затрагивали вопрос о природе бремени арбитрирования, этот вопрос об ответственности. Мы, конечно, на волне борьбы со злоупотреблениями и со всем тем, с чем призван побороться этот закон. Нам не до этого, так сказать, нам бы тут просто вывести на свет Божий это серое «Тритейское» разбирательство и чтобы достойные чувствовали себя достойными, а на них не падала тень пригрешений и безобразий со стороны тех, кто пытается на этом поле, так сказать, поживиться. Это главная задача. Но полагаю, что одним из перспективных направлений исследований является и решение вопроса о природе бремени арбитрирования и ответственности. Потому что любой иммунитет от ответственности требует такого серьезного конституционно-правового оправдания, чтобы за неправомерное поведение ответственности не нести и сказать, ну сами его выбрали, вот и разбирайтесь теперь, а претензии к нему предъявить нельзя. Говорят, ну мы его выбрали, мы его доверили, он там в списке этого арбитражного института. Вы же целый закон приняли, чтобы мы доверяли этим спискам. Значит, мы его выбрали, а он теперь ничего не сделал, ни с кого ничего не возьмешь, ни с постоянно действующего арбитражного учреждения ничего не возьмешь, ни с него ничего не возьмешь. Вот я думаю в этом смысле, что 51 статья еще станет предметом проверки конституционного суда, и я бы сейчас сказал, что если бы я был судьей конституционного суда, я бы признал ее неконституционной, потому что оснований для такого иммунитета не усматриваю. Ну, будем еще размышлять на эту тему. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Зинович. Есть о чем подумать, на самом деле, но мы вас очень просим, не уходите в конституционный суд, самое главное, потому что ваши светлые мысли, они нам нужны всем. Уважаемые коллеги, с большим удовольствием хотел бы предоставить слово нашим друзьям из университета Белграда, в частности, вот у нас присутствует профессор Никола Бадирога. Я уже говорил о том, что на страницах Вестника была его замечательная статья по сербскому гражданскому процессу. Вот. Пожалуйста, Никола, вам слово. Это мой первый визит в Казань, в Россию. Я хотел бы поблагодарить, Дамира, за Вестник. И причина моей благодарности в том, что сербские гражданские дела судопроизводства получили на себя влияние российского судопроизводства. предоставила возможность для сербских юристов взять некий образец российской системы и посмотреть, взять какой-то пример, чтобы улучшить свою систему. После стольких изданных работ по... после стольких выступлений об арбитраже, о третийском суде, переключимся на обеспечение, принудительное обеспечение. Вы знаете, что сегодня Сербия находится в процессе приговоров о вступлении в Евросоюз. И первая глава, которая открыта в июне этого года, глава 23-24, относится к судебной системе, праву на справедливое разбирательство, процедуры и прочие аспекты. Государство наше решило провести реформы гражданского судопроизводства. Принуждение решений по гражданским делам – это последняя фаза права на судебную защиту. Но с 2004 года Европейская Коменция по защите фундаментальных прав и прав человека вступила в силу в Сербии, и первые решения Европейского Суда прав человека по Сербии относились к принудительному исполнению. Принуждение к исполнению было плохо организовано. Исполнение происходило плохо и неполно. Этот вопрос был поднят очень серьезно, поскольку решения Европейского Суда правом человека были против Сирии, не в пользу Сирии. И это делало страну непривлекательной для зарубежных инвесторов, если они не могут добиться судебной защиты в этой стране. После целого 20-го века, когда принуждение было в ведении судебной системы, были суды по принуждению исполнения судебных решений, государство наше решило представить новую систему принуждения, частные приставы, которые нанимаются судом, работают за фиксированную оплату, независимо от эффективности сборов по судебным решениям. У них тогда не было мотивации работать более эффективно и собирать больше средств по судебным решениям. Поэтому публичные приставы были заменены частными приставами. Они более не были, перестали быть сотрудниками суда, и суд государства согласилось делегировать им часть полномочий, которые раньше были у суда. Впервые это было сделано в 2011 году, и в результате получилась параллельная юрисдикция. Решения судов обеспечивались как самим судом, так и частными приставами. И кто именно собирал средства по судебным решениям, принимал кредитор, то есть страна, которая должна получить деньги. Это было такое временное решение, чтобы сравнить две системы. И по результатам в 2012 году первые приставы агенты начали работать, и к тому времени в Белградском муниципальном суде было около миллиона разбирательств по принуждению исполнения. Большинство из них касались жилищно-коммунальных услуг, поскольку суды были неэффективны по сбору коммунальных платежей, по сбору штрафов за парковку и так далее. Это все было в компетенции соответствующего суда по принуждению. Эти полномочия были делегированы частным приставом, и перегрузка была снята суда таким образом. А суды смогли переключиться на более серьезные, более сложные случаи. А все эти квитанции по ЖКХ, штрафы очень простейшие дела, и их передали агентам по принуждению исполнения решений суда. Было много жалоб, как со стороны судов на частных приставов, со стороны адвокатов, со стороны исследователей, ученых-юристов. Возникали вопросы, правильно ли было передать эти функции частным приставам, которые не являются частью государственной системы. И в 2014 году Конституционный суд явным образом разрешил делегировать полномочия частным приставам. Он сказал, что это конституционно, что это совместимо с правами человека и свободами, что эту часть можно вынести за пределы государственной системы. Таким образом, перестало быть необходимым на каждом этапе защиты прав вовлекать суд. Оказалось достаточным для суда лишь выносить решения и отдавать их исполнение частным приставам. Через четыре года параллельные юрисдикции, где принуждения судов и принуждения частными приставами конкурировали, в 2015 году Протламент Сербии принял закон, который передавал практически все случаи введения частных приставов. И теперь в нашей стране есть разделение полномочий между судами в обвинении и частными приставами. Суды отвечают за выдачу решений, а приставы за исполнение решений суда. Суды также имеют право надзора и соблюдения прав. Другие участники могут оспаривать действия приставов в суде. Таким образом, мы сумели создать более эффективную систему, а также создали возможность для адвокатов, которые хотели бы присоединиться, освоить эту новую профессию, профессия оспаривания решений судов, поскольку на тот момент у них не было достаточной квалификации и опыта. Адвокаты – это квалифицированные специалисты в гражданском законодательстве. Их оказалось возможно переучить на приставов. За два года тренировки, обучение, они стали эффективными приставами. Надзор за приставами осуществляется на трех уровнях. Со стороны судов по принуждению, через такие инструменты, как апелляция, жалоба, надзор со стороны Министерства юстиции, который имеет право накладывать дисциплинарные дела против частных приставов, которые нарушают правила и законы. Согласно законам и прочим нормативным правовым актам. Также есть надзор со стороны палаты частных приставов. Это такая своего рода профессиональная ассоциация, обладающая полномочиями по созданию так называемых soft law мягких законов, которые частные приставы должны соблюдать, следовать этим мягким законам. И у этой палаты есть также право накладывать дисциплинарные решения на частных приставов, включая приостановку деятельности отдельных из них. На этом мой доклад закончен. Я вас благодарю за внимание. Такой интересный доклад. Особенно поразила его концовка. То, что в Сербии адвокаты за два года переучились судебных приставов. Да, у нас если такой клич кинуть в России, я не знаю, да, чтобы Денис Наилев, согласишься переучиться судебного пристава. Но это уже не официальная дискуссия. Мы пытаемся выяснить, что же было стимулом таким, да. Уважаемые коллеги, ну, дальше двигаемся по программе. Вот, я бы хотел с большим удовольствием предоставить слово нашему другу из Самары Андрею Владимировичу Юдину, доктору юридических наук, профессору. Правильное название вуза сейчас Самарский государственный аэрокосмический университет. Но это не значит, что Андрей Владимирович стал заниматься космическими какими-то вещами. Это по-прежнему юридический факультет. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Спасибо за приглашение, за предоставленное слово. Но пока печаталась программа, вуз снова сменил название. Он теперь называется Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, академика Королёва. То есть всё равно связь с авиацией есть, поэтому я постараюсь не подвести. Я назвал свой доклад как процессуальный эффект реформирования гражданского законодательства. И я вот задался таким вопросом, что мы пережили несколько волн реформирования гражданского кодекса, которые сначала были анонсированы в концепции реформирования, потом они воплотились на практике. И вот необходимо разобраться с тем, каким образом изменение гражданского закона и вообще оказало ли оно влияние на процессуальное законодательство, то есть на нашу сферу. И если проанализировать те изменения, которые претерпело гражданское законодательство, то можно установить, что такое влияние на процесс, оно осуществляется непосредственно, и процессуальный закон далеко не всегда отреагировал на изменения гражданского кодекса. В качестве примера можно взять дела особого производства. Как мы знаем, у нас расширилась перечень оснований ограничения дееспособности. Теперь это не только употребление наркотических, там, алкогольных напитков, но еще и пограничное состояние психического здоровья. А тем не менее очевидно, что ведь особое производство должно было измениться сообразно этому изменению в ГК. То есть, соответственно, в процессуальном законе должны были найти отражения и основания ограничения, порядок, то есть признание ограниченно дееспособным. А также, что еще прибавилось, это переход из недееспособности в ограниченную дееспособность, наоборот. То есть, вот эти промежуточные состояния, вероятно, тоже следовало отразить. Также я замечу, что в Гражданском кодексе, вот с учетом произведенных изменений, теперь указывается во многих нормах непосредственно на процессуальный порядок, в котором должен решаться тот или иной вопрос. Вот взять статью 148, где происходит просто дифференциация вот этих процессуальных порядков. Восстановление прав, написано здесь, по утраченной ценной бумаге на предъявителя, производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством. В части 3 говорится о восстановлении прав по утраченной именной документарной ценной бумаге, которая производится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение и так далее. То есть материальный закон, он, в общем-то, в этой части напрямую влияет на процессуальное законодательство. Появились, конечно, и неоднозначные такие положения, которые с нашей стороны, вот с стороны процессуалистов требуют своего осмысления. Вот, например, в пункте 6 ст. 184.4 ГК написано, что лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. То есть в данном случае получается, что реализация права на судебную защиту связывается с наличием такого уведомления, и вот в связи с чем Верховный суд в пленуме о применении ГК был вынужден разъяснить, что хотя это и не является досудебным порядком урегулирования спора, тем не менее заявление может быть оставлено без движения при отсутствии такого уведомления. Затем появились примеры, которые создают своего рода такую негативную приюдицию, если продолжить эту статью, там сказано, что участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившийся в порядке установленным процессуальным законодательством к такому иску, в том числе имеющий иные основания для оспаривания решения, в последующем уже не праве обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения. То есть это отчасти, конечно, корреспондирует нормам АПК о производстве по делам о защите прав и законных интересов группы лиц, но тем не менее, как мне кажется, это избыточно суровая норма по отношению к участнику такого сообщества. И вот что характерно, в концепции единого кодекса, ее, ну, так сказать, вот эта императивность оказывается несколько сниженной. Появились интересные положения, касающиеся отмены доверенности в гражданском кодексе и порядка информирования и публикации сведений об отмене доверенности. Ведь это имеет, в общем-то, отношение к процессу, что, ну, нередки ситуации, когда с целью, например, отмены состоявшегося решения, лицо начинает ссылаться на то, что доверенность представителя была отменена и что ставит суд проверочной инстанции, ну, в такое неоднозначное положение. Опять же, пленум, вот, о котором я уже упомянул, о применении ГК сказал, что суд не должен все-таки принимать меры к получению такой информации, в отношении суда требуется непосредственное вот уведомление. Также появились различные нормы, главным образом они сосредоточились в параграфе об оспаривании сделок, где говорится о том, кто вправе и кто не вправе оспаривать оспаримые сделки, ничтожные сделки, о том, что, в общем-то, является, причем это, ну, все говорится достаточно в таких формулировках, вот, к примеру, требование о признании оспаримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанном в законе. Все это, ну, воскрешает такую старую дискуссию относительно того, имеют ли вообще такие лица право на предъявление иска. Ведь и процессуальные кодексы говорят о том, что всякое заинтересованное лицо имеет право на обращение в суд. Здесь встает проблема применимости 134 ГПК, который регламентирует отказ принятия заявления или прекращение, вот в том числе по такому спорному основанию. Затем измененное гражданское законодательство, как мне кажется, дает определенный такой потенциал участникам спора повлиять на судебное решение по делу, который уже находится в производстве за счет совершения или процессуальных, или материально-правовых действий. Вот, к примеру, в статье 181.4 написано, что решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия, если оно подтверждено решением последующего собрания. То есть получается, что суд должен учитывать не только состоявшиеся правоотношения, но и его динамику, которая демонстрируется в том числе вот в ходе судебного процесса. Или, скажем, в статье 328 сказано, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. То есть получается, что тоже предоставление судебной защиты связывается с оценкой именно текущего поведения лица. Также в Гражданском кодексе, как и заявлялось в концепции реформирования, оказывается, последовательно проведен принцип запрета непоследовательного поведения, когда, ну в частности, это опять же касается оспаривания сделок, принцип истопеля, который, в общем-то, и в едином ГПК тоже прослеживается. То есть я думаю, что этот принцип, он приобретает универсальный, наверное, характер и для материального, и для процессуального закона. Также оказались в ГК усовершенствованы положения по поводу запрета злоупотребления правом, обеспечения добросовестности, в частности, вот это известное, уже ставшее известным положение, которым в настоящий момент, ну достаточно часто мотивируются судебные акты касательно того, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Я думаю, что и в процессуальном праве, наверное, это тоже возможно применение этих положений. Ну и, наверное, так сказать, наиболее таким ярким изменением, как мне кажется, материального закона, это является установление Острента судебной неустойки. Вот этот вот один из таких спорных институтов последнего времени. Вот я напомню, что в статье 308.3 указано, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнение обязательства в натуре, и далее суд по требованию кредитора вправе присудить его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и так далее. То есть здесь мы действительно имеем дело с таким правовым явлением, которым отчасти обеспечивается исполнение и гражданско-правового обязательства, но в то же время нельзя в нем и не видеть того, что оно направлено на стимуляцию должника к исполнению судебного решения, даже задается критерий этого, чтобы исполнение решения стало для него более выгодным, чем неисполнение этого решения. Поэтому я думаю, что изменения процессуального закона, ну традиционно они следуют, конечно, за изменением материально-правового законодательства еще последуют, как, в общем-то, и разъяснение вот этих вот новелл гражданского кодекса, о которых я сказал. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Как всегда, все четко. Связь гражданского права и процесса лучше, наверное, и не может быть предоставлена. Как говорил по образному выражению Михаила Константиновича Трюшникова, вы не только самый песучий молодой доктор наук, но еще и очень серьезный цивилист. Уважаемые коллеги, хотелось бы дальше слово предоставить Дине Ренатовне Софиулиной. Она работает первым заместителем генерального директора агентства по ипотечному кредитованию Республики Тарстан, и это один из наших партнеров, без которых данное мероприятие было бы тяжело организовать. Пожалуйста, Дина Ренатовна. Спасибо, Дамир Хамитович. Добрый день всем. Тема моего доклада – это современное соотношение судебных и несудебных способов защиты гражданских прав. Доклад будет носить такой более общий характер на основе действующего законодательства и на основе положений концепции единого ГПК Российской Федерации. Я проанализирую существующее положение, существующее соотношение данных, способов защиты и дам свое мнение о возможном развитии данного соотношения. Действующим законодательством предусмотрено два основных способа защиты субъективных гражданских прав и охраняемых интересов – это судебные и внесудебные. При единстве цели защите гражданских прав различными являются методы защиты. Наиболее распространенным сегодня способом является судебная защита. Она гарантирована статьей 46 Конституции и осуществляется государственным правосудием в созданном виде целой системы судебных органов. Как отмечается следователями, разрешение споров при помощи государственного аппарата судебной системы способствует устойчивости развития рыночных отношений и является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности. Судебные способы защиты гражданских прав можно разделить на классический судебный – это гражданский процесс, участниками которого являются граждане, и не классический – это арбитражный процесс, в котором в защите подлежат права и интересы юридических лиц. Данные системы правосудия являются схожими, как указывает Павел Владимирович Крашенинников во вступительном слове к концепции единого ГПК. Они имеют много общих институтов, при том, что обладают и своими особенностями, поскольку значительное число положений Гражданского процессуального кодекса и АПКРов серьезно конкурируют друг с другом. В то же время, как далее отмечает Павел Владимирович, процессуальное право не должно иметь различий по отношениям, регулируемым одним материальным правом, поскольку иное ставит в неравное положение субъектов данных отношений. В настоящее время наблюдается тенденция сближения систем правосудия гражданской и арбитражной. В соответствии с законом 2 ФГКЗ от 5 февраля 2014 года, единым для них является высшая инстанция, Верховный суд, а вектором развития судебной системы защиты гражданских прав, которая в настоящее время также прослеживается, является объединение процесса и на более низких уровнях. В свете этого необходима стала унификация судопроизводства по гражданским делам. Поэтому сегодня любой желающий может ознакомиться с концепцией Единого гражданского процессуального кодекса и внести в свое предложение по его совершенствованию. Хотя в литературе высказано множество точек зрения относительно целесообразности принятия данного закона, как относительно целесообразности в целом, так и относительно каких-то положений, которые являются дискуссионными, которые нуждаются в совершенствовании, на наш взгляд, в целом его принятие действительно в существующих условиях является необходимым, поскольку его действие будет в конечном счете направлено на унификацию процесса, что позволит упростить порядок судопроизводства и обеспечить конституционное право на доступность правосудия. Внесудебные способы защиты в действующем законодательстве осуществляются как посредством юрисдикционных, так и не юрисдикционных органов. К первому относятся действия осуществляемые нотариусами, а также исполнительное производство. А ко вторым третейское разбирательство, а также медиация и посредничество. Комитация нотариата установлена статьей 35 основ законодательства о нотариате. И зачастую после выполнения нотариусом таких действий, спорность ситуации как полностью отпадает, так и необходимость в ее обращении за разрешением судебно-гостарственные органы также отпадает. Что касается не юрисдикционных способов защиты прав, то таким способом защиты наиболее распространенной является третейское разбирательство. Кроме третейского разбирательства, другими альтернативными способами разрешения конфликтов являются медиация и посредничество. И внедрение примирительных процедур в качестве альтернативных способов защиты нашло свое закрепление в федеральной целевой программе развития судебной системы на 2007-2012 годы. С помощью медиации стороны могут в досудебном порядке урегулировать свой спор, тем самым защитив без участия судебного органа свои гражданские права и интересы. Медиация давно известна англосаксонскому праву. В частности, она распространена в таких странах, как Англия, Австралия, США, Канада и другие. А в России данный институт появился только с 2010 года с принятием соответствующего федерального закона. Недостаточное распространение внесудебных способов защиты имеет множество причин, одной из которых является отсутствие доверия предпринимательского сообщества к негосударственным способам защиты, в том числе к третейским судам. И именно данную проблему призван решить новый федеральный закон об арбитраже, о котором сегодня много говорилось. В частности, ранее до принятия этого закона для создания третейского суда в России достаточно было только уведомить действующий арбитражный суд государственный. И благодаря такой простоте третейских судов в стране было создано огромное количество. В частности, в моей практике, я долгое время работала в нефтяной компании в Москве, у нас в организации также был создан собственный третейский суд, в котором решения принимались, конечно, на основании закона, но в интересах, соответственно, нашей компании. И я не могу сказать, что они были неправомерные или они имели какой-то изъян, но в то же время мы всегда могли рассчитывать на лучшее разрешение споров, чем это было бы в государственном суде. Повысить доверие к третейским судам призваны механизмы их лицензирования, которые предполагают участие правительства Российской Федерации. Кроме того, я не буду акцентировать внимание на других новшествах, на других преимуществах третейского суда, поскольку о них уже было сегодня много сказано. В то же время отмечу, что данный закон призван существенным образом улучшить процедуру третейского разбирательства, улучшить состав третейского суда и положительным образом сказаться на престиже данного органа в Российской Федерации. В заключении, вот как отмечает Малешин, современная российская процессуальная система в России создана путем множественных заимствований из англосаксонской и романно-германской систем права. Однако при применении в нашей стране этих заимствований продает им совершенно иное значение, сильно отличающееся от первоначального, что свидетельствует о ее смешанном и самобытном характере. По состоянию на сегодняшний день традиционная деятельность по защите прав и интересов осуществляет суд. В то же время существует три обстоятельства, на которых также нужно обратить внимание. Это, во-первых, поэтапное внедрение в правовую систему России различных внесудебных способов защиты. Второе, осуществление реформ в отношении тех форм защиты, которые требуют дальнейшего совершенствования, как мы сейчас видим на примере совершенствования системы третейских судов. И третье, это значительная роль, которая такие внесудебные способы защиты играть в развитых правопорядках, к которым мы также стремимся приблизиться, позволяет, все это позволяет говорить о значительном потенциале их развития в правовой системе нашей страны. Спасибо. Спасибо, Дина Ринатовна. Я могу сказать коллеге, что она не так давно защитила кандидатскую диссертацию по гражданскому праву, но дальше хочет заниматься гражданским процессом. Поэтому это наше будущее. Сначала первое выступление на процессуальную тематику, так скажем, да? Спасибо. Ну и спасибо за поддержку симпозиума со стороны вашей организации. Уважаемые коллеги, дальше хочется немножко опять-таки окунуться в историю вопроса. И у нас также второй представитель университета Белграда, также наш друг Нина Крашеланин. Собственно говоря, наше знакомство с Белградским университетом состоялось именно с неё. Год назад мы ездили на конференцию, познакомились с руководством университета, ну и начали устраивать партнёрские отношения. Поэтому если бы не Нина, не история, то и для процесса не было бы ничего такого положительного, что мы сейчас имеем, да? Пожалуйста, Нина, вам слово. Спасибо большое. Можно только презентацию, пожалуйста. Ну, может быть, кто-то задаст вопрос, почему я позитивистом пришла говорить о средневековом праве. Могла бы взять хотя бы что-то из, ну, 19 века, чтобы было попонятнее. Но мне, по крайней мере, интересно разбить некоторые предрассудки, которые обычно есть у людей, которые не занимаются средневековым правом, о таком ужасном правовом неравенстве в средних веках, которое просто означало, что обычные люди не могли никак осуществить свои права, что у них, извиняюсь, никаких особых прав по отношению к высшим классам не было. И вот я хочу дать пример этого на законнике царя Стефана Душана из XIV века. Это первый самостоятельный сербский свод законов. До этого были сборники законов, которые были приняты из византийского права. Ну, это законник, который сам Душан принес, когда он стал царем, и в котором он в вступлении, говорит, что он хочет принести справедливость в свою страну, защитить бедных, обычных людей и все такое. Но сейчас мы посмотрим, сделал ли он это на примере процессуального законодательства. А надо заметить, что процессуальным нормам достаточно большое место уделено в его законнике. Конечно, только два слова в материальном праве. Несомненно, есть большие отличия между властелями, ну, то есть дворянами, знатью, и между себрами, то есть простолюдинами, особенно в материи уголовного права. В гражданском праве уже не так, не особенно, а только в материи наследственного права, может быть. Но вот в процессуальном праве появляются какие-то отличия между сословиями, и они сразу приводят в голову мысль о привилегиях дворян перед судом. Но сейчас мы посмотрим, как это на самом деле выглядело. Можно следующий слайд. Я, конечно, не все процессуальное право переведу, а только три главных примера. Первый пример – это вызов в суд. Значит, тут перед вами статья из законника, есть переводы на русский и на английский, а времени вызовав суд. Вызывал пристав, это в средние века был орган не только исполнительный, а вообще помощник судьи, так сказать. И властелина, значит, дворянина, вызывать не во время ужина, а только раньше обеда, значит, в первой части дня. И процесс, собственно, властелину тоже будет в первой части дня. Если же он до обеда не придет в суд, то уже считает неявившимся, он потеряет этот спор и еще должен будет оплатить штраф. Вот, собственно, можно сказать, какая-то привилегия для властелина. Ну, привилегия существует, может быть, в том смысле, что его время больше уважается, его вечером не будут беспокоить. Но особого значения для качества процесса такая привилегия не имеет. К тому же, можно сказать, что и у этой нормы экономическое значение. Вот про себров тут ничего не написано, но, значит, для них наоборот. Процессы для себров больше всего будут во второй части дня, то есть вечером. А ведь они же преимущественно занимаются земледелием. В средневековой стране земледелие – это же основание экономической системы страны. Земледельца утром вызывать в суд, чтобы он пропустил весь рабочий день, чтобы из-за этого рабочий процесс нес какие-то отрицательные последствия – это невыгодно, ну, в общем, для страны, невыгодно для помещика, на которого он работает. Так что вот таким образом, конечно, учитывается разница между сословиями, но особого влияния на качество процесса она не имеет. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже насчет вызова в суд, но сейчас разделение между даже самими властелями. Тут про великого властелина. Это был самый высший слой дворян в средневековой Сербии. Его надо вызывать письменной судебной повесткой, а остальным только приходит пристав с печатью, ну, в качестве легитимации, что он приходит служебно от суда, и устно им высказывает, как и почему они вызываются в суд. Опять привилегия для великих властелей, ничего не сказать, но привилегия эта, во-первых, тоже существенной разницы не делает, во-вторых, она уважает очень натуральные и естественные отличия, а это просто уровень грамотности в средневековом обществе. Даже, так сказать, мелкое знать, а уж о обычных людях ничего не говорить, в средние века больше всего были неграмотными. Приносить им письменную судебную повестку, чтобы они на нее смотрели умными глазами, а потом просили пристава прочитать, особого смысла не имеет. Также, так как большинство населения неграмотно, иск же тоже не подносился в судебной форме. Значит, судья выслушивал истца и потом сам составлял эту письменную повестку, которую надо прислать ответчику. Но это в таком случае, если она нужна, если ответчик из такого сословия, в котором можно ожидать, что он грамотный. Ну, такая же привилегия была и для церковных лиц. Но давайте на этом не задерживаться. Давайте, пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь норма побольше, она материальная норма. Она говорит об обязанностях меропхов, это землепашцы, обыкновенные крестьяне. И она устанавливает, сколько они должны работать на своего господина, своего помещика, и говорит, что больше этого он не смеет у них требовать. Конечно, нам, как юристам, понятно, что если материальное право установлено, то должна быть его процессуальная защита. В сербском праве не было формализма, как, например, в римском, чтобы должен был существовать такой-то иск. Значит, если право существует, крестьянин, который нашелся в таком случае, что его помещик требует у него больше работы, мог бы подать на него в суд. Ну вот вопрос, конечно, такой. Пришло бы это такому неграмотному, необразованному крестьянину в голову? Конечно, скорее всего, нет. У нас, к сожалению, нет никаких сохранившихся судебных решений из средних веков просто потому, что все эти документы в процессе турецкой оккупации уничтожены. Но, скорее всего, на практике такая норма особого эффекта не имела. И вот поэтому во второй части законника, которая только пять лет после первой, как своеобразное дополнение, пришла, есть и добавка к этой норме. Давайте, пожалуйста, следующий слайд. Она побольше, так что я тут на одном, на английском, на следующем по-русскому. Вы подержите, пока прочитают потом на русский. Давайте. Здесь написано эксплицитно, что вот если же любой господин, в том числе сам царь, царица, церковь, кто бы то ни было, требует у крестьянина больше того, что написано в законнике, крестьянин может подать иск в суд. И не только может, а сам судья будет ручаться, что если крестьянин, конечно, победит в этом споре, что это решение будет выполнено, и что господин крестьянина потом никакого зла ему не сделает. Значит, с одной стороны, здесь, мы можем сказать, повторяется то, что юристу было бы и без этого ясно, но повторяется для того, чтобы обычный человек мог понять, что ему можно даже на такое высокое лицо, как на самого царя, подать иск в суд. А, во-вторых, вводятся такие гарантии, что такое судебное решение по-настоящему приведет к каким-то эффектам на практике. Опять мы не можем знать, было ли на практике таких исков, какое количество были ли проблемы, так как, как я уже сказала, у нас не сохранены никакие судебные решения, но, по крайней мере, воля законодателя была. Во время правления Душана не было никаких крестьянских волнений и тому подобное, так что не было никакой причины, чтобы он в законник вводил какие-то ложные гарантии. Это норма, которая должна была применяться реально в практике. И даже можем заметить, давайте, следующий слайд, это только вкратце, что была уже в первой части законника гарантия, когда спор между властелями, между дворянами, что тот, который проиграет спор, он должен давать гаранта, ну, что он заплатит то, на что его суд осудил, но в случае, когда крестьянин против своего господина поднимает иск, то тут не его гарантия, а гарантия самого судьи, то есть государственного органа, которое, конечно, крепче. И последний вопрос, о котором буду говорить, давайте, следующий слайд, это состав пороты, можно сказать, пресежных, но пороты в средних веках было не совсем то, что пресежные в сегодняшнем праве. Это были люди, которые и в гражданских, и в уголовных делах приносили решение о том, считают ли они правдивым высказывание одной или другой стороны, но, скорее всего, это их решение не было конечным решением суда, а судья только его рассматривал в качестве одного из доказательств. Это продолжение такого старого института, как клятвенники, то есть люди, которые клянутся, что они верят стороне, что это порядочный человек, который не лгал бы суд и тому подобное. Вот здесь написано, что там великим властелям в пороте должны быть тоже великие властелины, средним людям из такого же сословия, себрам себры и так далее. Ну, можем сказать, вот дискриминация налицо в тексте закона. Но, опять же, приносит ли эта, так сказать, дискриминация какую-то разницу в последствиях? Да, законник здесь уважает разницу между сословиями, но меньшего качества от состава пороты никакой простолюдин не получит. К тому же, это, может быть, даже обеспечивает более качественную работу пороты, если мы имеем в виду ее роль оценить поступки какой-то стороны в споре. Это же должны быть люди из такого же окружения, которые понимают ситуацию, в которой там ответчик или истец находится. так что это, скорее всего, должны быть даже люди, которые знакомы с этим человеком лично, но, по крайней мере, люди, которыми знакомы мы вообще такие обстоятельства. Ну, конечно, чтобы не было никаких молвизаций в таком смысле, есть вторая часть нормы, а то есть, чтобы присяжными не могли быть родные ни одной из сторон или враги любой из сторон. Так что в заключении я могу сказать, что, конечно, да, средневековые законы уважают разницу, которая существовала между сословиями законник Душана в этом случае не исключение, но они все равно могут стараться, чтобы процессуальное положение было одинаковым, даже чтобы эти отличия, которые существуют на самом деле, как бы уменьшить перед судом, потому что судья должен одинаковыми глазами смотреть на всех. Спасибо большое. Нина, большое спасибо, так сказать, как бальзам на душу, да, вот эти исторические вещи, действительно интересно окунуться, посмотреть, и особенно поражает, да, вот это, то, что властелина во время ужина не вызывать, только до обеда, да, это вот нам, Владимир Владимирович, в исполнительный кодекс надо прямо внести, чтобы пищеварение должников не вредило ничего, да, вот, поэтому спасибо большое за доклад. Уважаемые коллеги, у нас вернулся профессор Ли Хао, то есть была встреча с деканом, поэтому у нас китайские друзья выходили на некоторое время, но вернулись. Вот, хотелось бы предоставить слово вам, профессор Ли Хао, пожалуйста. Большое спасибо за приглашение, первая возможность, так мне делать выступления о законодательстве и практике о китайском и сфорском и общественном и гражданском производстве. Сначала я буду сказать законодательстве. А что такое китайские публичное производство, то есть возбуждает иск в публичном соцпроизводстве. Особенности такого публичного соцпроизводства заключаются, во-первых, в цели возбуждения иск, направленного на защиту публичных интересов общества. Во-вторых, естественно, имеют личной заинтересованности по отношению к делу. Это социальное развитие и вреднение публичного соцпроизводства в китайское право. Су-шан-ш-ш-с-г-70-н-дэй-й-лай Чун-го-ц-о-с-о-с-х-кай-го-кай-фа. Начиная с конца 1970-х годов, Китай осуществляет политику реформы и открытости. И постепенная экономика начинает стремительно расти. Однако в условиях без экономического роста также возникли серьезные экологические проблемы. Прозвращение есене неба и ели оплатами не так часто увидите. И много городов, Питая Макландо, а куда это много городов, например, Пекин? С другой стороны, won-ш-ш-э-й-лай Сум-ятные проблемы также становятся за счет прав в потребители в сфере массового производства и массового потребителя. В этом контексте в 2012 году были внесены изменения в гражданский процессуальный кодекс КНР. В новой редакции статья 55 КПК КНР гласит, что в отношении загрязнения окружающей среды нарушение законных прав и интересов многих потребителей и других действий, наносящих вред общественных интересов органы и соответствующие организации, которые регламентируемые законы могут возбуждать дело в народном суде. Из этого поражения можно увидеть, как определить субъект публичного судопроизводства. К Тай принимается общее поражение плюс дополнительное поражение. Поэтому после внесения поражения о публичном судопроизводстве в КПК КНР постоянной комитетовцы китайского собрания народных представителей, также последовательно вносил поправки в закон о защите прав и интересов потребителей и закон об охране окружающей среды. В них также были внесены поражения о публичном судопроизводстве. И соответствующий zusammenгсо coworkить суббальницей среды заходящих в prepareм проекта основных условиях, которые были changed over the past, unfortunately. В Avокruetsко curentomookerда вероятно проверяют temps о нормальном firmеопр lamellisке TikTok. И судопроизводство изменяет word no того一个 банда окружающей среды и ответственности. Другая вопроса. Применение законодательства при рассмотрении гражданского права потребителей в публичностном судопроизводстве. А потом я буду сказать о правовом статусе субъекта в китайском публичностном судопроизводстве. ЧУГОДЫ ДЮГУАЙ ФЕНВЫЙ САНЛЫЙ ЛИ-ФАДЪИГУАЙ, СИФАДЪИГУАЙ и СИНРЫН ДЮГУАЙ. У Китая органы власти имеют три категории. Загонодательные судебные и административные органы. ЛИ-ФАДЪИГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ. Очевидно, что органы законодательной власти не могут выступать в качестве СИНРЫН. СИФАДЪИГУАЙ, ПОЛО, ФАЮЮЩИЯ, ХОРЫН МИНИНЦЕЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ. СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ. ЛИ-ФАДЪИГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ, СИНРЫН ДЮГУАЙ. Народная прокуратура, прожившая исторический период отрицания к утверждению, можно выступать в качестве страны проявляющего иск. В июле 2015 года постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей было внесено решение о полномочии Верховной Народной прокуратуры проведения экспериментальной работы в некоторых местах в области публичного судопроизводства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова автономных районов, в которых можете сделать экспериментальные работы. Следующее, я буду сказать, общественные организации, которые выступают в качестве ИСА. В соответствии с законом о защите прав потребителей в новой редакции Китайской ассоциации потребителей и ассоциации потребителей в провинциях, автономных районах и городах центральных подчинений имеет право возбуждать ИСК при нарушении законных прав и интересов многих потребителей. В соответствии с законом ГАРА и охранник Российской ассоциации могут воспринимать и право возбуждение, возбудить СК в суде при соблюдении следующих условий. Первое. Регистрация в соответствии с законом департамента по гражданским делам местного народного правительства выше уездного уровня. Второе. Протокон законных общественных деятельностей в области охраны окружающей среды за последние 5 лет. Граждане пока не имеют права возбуждать гражданское язык в публичном производстве. А последнее я буду сказать о практике китайского гражданского публичного судопроизводства. Протокон законных общественных деятельностей в области охраны окружающей среды за последние 5 лет. Но в результате я буду говорить о публичном судопроизводстве. это его внедрение в китайское законодательство. Например, потребители подавали СК против владельцев в защиту частных интересов, а на самом деле в защиту общественных интересов. В июне сам. В июне сам. Например, в 1996 году, в Фуденте, в Евангелии, в Евангелии, в Евангелии, в Евангелии, в Евангелии. Например, в 1996 году, Чувцентон, В 2004 году, Юй Шанлан подал иск на отделение коммерческого коммерческого производства. Юй Шанлан подал иск на отделение коммерческого коммерческого производства. Су-н-джиан-чжи-е-счиньдэ-рэнминь-жимфу ба чьан-мо дэн ууран-фэй хуан-джиньда го гэнэх чьи-э гао шэлла фа-я И второе пример – Комитет защищает прав потребителей в Шанхайне и подау иск против о коммуникационной технике Самсунг в Тианцинге и о ПО в провинции Гуанду нарушение прав и интересов потребителей. Комитет защищает прав потребителей в Шанхайне и обеспечивает прав потребителей в Шанхайне. Комитет защищает прав потребителей в Шанхайне и обеспечивает прав потребителей в Шанхайне. В этом примере прокуратура город Леонган поддержала иск. Комитет защищает прав потребителей в Шанхайне и обеспечивает прав потребителей в Шанхайне. А этот институт, то есть прокуратура поддерживает иск. Такой институт мы научились из России, из СССР. В этом примере суд также приговорил ответы к 900 сам общественных работ для окружающих средств на срок до двух лет после вступления решения в силу, чтобы… 4. Кругласс Институт Минской Центр, Минской Центра – Минской Центр и Минской Центр. И после этого института, после публично производства вступил в закон, и много мест уже появилось, много дел об этом. Спасибо большое. Спасибо, профессор Ули Хао. Действительно, у наших друзей тоже много проблем. Мы видим, что на этих ярких примерах, что проблемы, в принципе, решаются, как и у нас. Много делается, видимо, области охраны окружающей среды, как у нас это тоже актуально. Так что спасибо большое. Идем, товарищи, все ближе к концу. Осталось немного терпения. У нас выступит Огородов Дмитрий Владимирович. Вам слово. Где он у нас? В первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого прекрасного мероприятия. Мне вдвойне приятно участвовать в этом мероприятии. И не только потому, что оно настолько представительное. И, пожалуй, цвет российской процессуалистики представлен среди участников нашего симпозиума. Но и потому, что я когда-то в этих стенах учился. В том числе и у уважаемого Дамира Хамитовича, который в то время был молодым ассистентом. Принимаю у меня экзамен по гражданскому процессу. И вот сейчас он маститый профессор, так сказать, в полном расцвете своей творческой деятельности. Поэтому еще раз хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного мероприятия. Одну из проблем, которую мы в свое время, к сожалению, уже ушедшим от нас профессором Михаил Юрьевичем Челышевым пытались обсуждать. Это проблематика, которая находится, вообще говоря, на стыке с одной стороны публичного, с другой стороны частного права, то есть материального права и процессуального. С другой стороны находится на стыке различных отраслей права, в частности гражданского права и трудового. Это категория полиотраслевых или многоотраслевых частноправовых договоров. В частности, одной из конкретных форм таких полиотраслевых договоров, по всей видимости, могут быть трудовые договоры с гражданско-правовыми условиями. Почему, собственно, такая проблематика возникла? По всей видимости, конечно, следует говорить о том, что современная экономика усложняется. Конечно же, современное трудовое право – это не только те колоссальные фабрики, заводы, где несколько тысяч работников, их труд однотипный, фиксированный, нет места свободе договора, потому что все определено, там какая-то простейшая функция, закручивать-откручивать гайки. И, естественно, здесь трудовое право – это, по сути, нечто унифицированное. Современная экономика, конечно, отличается от того, что было сто лет назад на заре развития трудового права. И современное трудовое право, конечно, охватывает очень специфические категории работников, где их труд, во-первых, очень специфичен, и в ряде случаев вообще возникает вопрос, труд ли это, либо же это некая, так сказать, какая-то иная деятельность, которая является предметом гражданского права. Но, тем не менее, такие вопросы возникают применительно к спорту, применительно к топ-менеджменту, то есть лица, которые занимают должности в органах управления юридических лиц. То есть здесь есть, так сказать, известная дискуссия, что это – трудовые договоры, либо гражданские, но, тем не менее, трудовые договоры есть. И такие договоры, как договоры со спортсменами, с профессиональными, в первую очередь, спортсменами, там, футболисты – это весьма высокооплачиваемые работники, может быть, одни из самых высокооплачиваемых. Трудовые договоры с топ-менеджментом, то есть лица, которые обладают статусом органов юридического лица, входят в состав коллегиальных органов. Трудовые договоры с лицами творческих профессий, там, актеры, фотомодели и так дальше. Договоры с программистами, дизайнерами, то есть вот это та категория особого рода работников, где уже недостаточно, как правило, недостаточно инструментов только трудового права для того, чтобы полным образом охватить все те правовые формы, в которых опосредуются отношения, законные интересы работодателя и работника. То есть речь идет и о тех условиях, которыми работодатель пытается как-то стимулировать работника к наиболее высокоэффективному труду. Ну, например, речь о топ-менеджменте, где, скажем, акционеры крайне заинтересованы в том, чтобы этот работник, который там занимает должность, там, допустим, главного исполнительного директора, максимально эффективно управлял соответствующим акционерным обществом и так дальше. То есть вот те же высокооплачиваемые спортсмены, дизайнеры и в некоторых случаях высокооплачиваемые программисты, в этих случаях зачастую речь идет о так называемом рынке труда, где рынок труда является рынком работника, и работник зачастую диктует некие правила, поскольку он там является уникальным специалистом, в нем очень заинтересованный работодатель. И в этих случаях речь идет о, например, неких условиях, которыми работодатель пытается неким образом привлечь, стимулировать высокоэффективный труд, то есть предоставляет по различным, и вот здесь, собственно, возникает вопрос, каковы правовые формы этого предоставления, допустим, жилье на разных основаниях, во временное пользование, либо во временное пользование и с последующим переходом в собственность такого работника, транспортные средства, различные средства связи, оплачивает учебу, какие-то там консьержсервисы, образование, оплачивает очень дорогие медицинские услуги. Все это, да, как правило, в рамках, естественно, здесь речь идет о договорах в пользе третьего лица, когда работодатель заключает в исполнении своих обязанностей по трудовому договору некие гражданско-правовые договоры, где выгодоприобретателям, третьим лицом, в пользу которого, так сказать, производится исполнение, является вот этот высокооплачиваемый работник. Это одна группа условий, которые уже выходят за рамки трудового права, потому что, ну, разумеется, если, допустим, речь идет о каком-то там медицинском страховании и работодатель, заключающий соответствующий договор страхования в пользу работника, да, со страховой компанией, разумеется, этот договор гражданско-правовой, он уже по определению не может охватываться только предметом трудового права. Хотя, разумеется, этот договор появляется постольку, поскольку там существуют трудовые отношения, и это одна из мер стимулирования. Либо, предположим, речь о так называемых опционных программах, тоже, по всей видимости, я думаю, многие слышали, когда работодатель пытается стимулировать топ-менеджмент, который является работником, предоставляя возможность приобрести, допустим, ну, по какой-то, может быть, сниженной цене, либо по рыночной цене акции той компании, да, где является работником, ну, соответствующий топ-менеджер. Это тоже там нередко, то есть там есть разные правомеханизмы обеспечения этого взаимодействия, зачастую тоже привлекается некое третье лицо, которое, так сказать, в рамках опциона на заключение договора, это вот, как известно, что это договорная конструкция, теперь уже является поименованным договором, то есть опционный договор и опционное заключение договора появились в гражданском кодексе, это, соответственно, статья 429.2, да, и смежная, то есть это одна группа условий и договоров, которые сопровождают трудоправовой договор, и эти сопровождающие трудовой договор с высококвалифицированным работником условий уже являются гражданско-правовыми, это одна группа условий, а также есть, группа условий, то есть это уже не договор, а, собственно, те условия гражданско-правового характера, которые могут быть инкорпорированы в текст трудового договора, даже в виде единого документа, когда, ну, допустим, какой-то там 30-страничный трудовой договор, и там какая-то страница или несколько пунктов содержит некие условия гражданского правого характера, либо, что, собственно, да, не меняет природу в виде какого-то отдельного приложения к трудовому договору, такие условия могут быть. Ну, в качестве примера, что можно привести, например, соглашение о распределении прав на служебные объекты исключительных прав, да, служебные произведения, служебные изобретения, ну, например, если речь идет о, там, программисте, либо инженере, дизайнере. Как известно, диспозитивное правило четвертой части ГК предполагает, что по умолчанию, если оно не предусмотрено в соглашении между работником и работодателем исключительные права принадлежат на созданной в порядке выполнения служебного задания трудовой функции, принадлежат работодателю, однако, вот, в частности, статья 12.95 прямо предусматривает в пункте втором, что, в частности, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым, да, внимание, или гражданским правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Аналогичное правило сформулировано в статье 13.70 применительно к служебным изобретениям, там тоже речь идет о том, что по умолчанию принадлежат работодатели исключительное право, если трудовым или гражданским правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное. Вот здесь, по всей видимости, выражение законодателя, если трудовым договором не предусмотрено иное, не следует толковать, как, скажем так, отнесение, ну, якобы отнесение законодателем вопросов регулирования исключительных прав на объект авторского права, на изобретение к предмету трудового права. Конечно же, нет. Эти отношения не могут, в принципе, быть предметом трудового права и продолжают, конечно же, составлять часть предмета гражданского права. И здесь под выражение, если трудовым договором не предусмотрено иное, по всей видимости, как раз понимается вот этот полеотраслевой смешанный договор, то есть гражданско-правовое условие внутри, в тексте трудового договора. Это один из примеров. Другой пример – это соглашение о конфиденциальности, то есть о неразглашении работником коммерческой тайны в случае, если это соглашение действует как в пределах срока трудового договора, так и за его пределами, что, естественно, ну, собственно, составляет интерес работодателя. В этом случае соглашение о конфиденциальности, которое сохраняет свое действие уже после того, как трудовой договор прекратил, так сказать, был прекращен, работник уволился, то в этом случае вот это гражданско-правовое соглашение, гражданско-правовая связь между бывшим уже работником и бывшим работодателем продолжает действовать. И такое соглашение носит, конечно, ну, и, так сказать, третьего просто не дано, это, конечно, гражданско-правовое соглашение. Хотя в период действия трудового договора эти отношения о неразглашении носили трудоправой характер, то есть трудовая ответственность за неисполнение этого условия, то есть материальное, да, либо можно, так сказать, уволить в этом случае в случае разглашения коммерческой тайны работодателя. То есть здесь, по сути, вот такое соглашение гражданско-правового характера вступает в силу в момент прекращения трудовых отношений. Еще один пример. Соглашение о бомбинежевых правах. Соглашение о бомбинежевых правах – это тоже соглашение, которое регулирует вопросы, входящие в предмет гражданского права. Такое условие может быть характерно для договоров с лицами творческих профессий и со спортсменами. В этих случаях вот этот, так сказать, имидж, то есть право, личное, не имущественное право на собственное изображение может быть определенным образом урегулировано, а именно работник, ну, например, спортсмен, там, футболист или, если речь идет, там, об актере, фотомодели, может дать разрешение работодателю использовать его изображение, ну, в том числе, например, в рекламных контрактах футбольного клуба с, ну, какими-то, может быть, там, производителями спортивной одежды и каких-то, так сказать, других целях. Ну, в том числе, например, определив, что, там, спортсмен получает, ну, условно, там, 20% от стоимости этого рекламного контракта, который заключил футбольный клуб, вот с неким там производителем, допустим, спортивной одежды. Эти отношения, а именно отношения по охране изображения гражданина, то есть то, что урегулировано статьей 152.1 охрана изображения гражданина, конечно, входит составной частью в предмет гражданского права. И в случае, если в трудовом договоре, в тексте трудового договора, вот такое, так сказать, лицо пуртической профессии дает разрешение работодателя на использование собственного изображения, то такое условие все-таки, по всей видимости, нужно квалифицировать как гражданско-правовое условие в составе трудового договора. То есть такой трудовой договор нужно считать полиотраслевым смешанным договором. Ну, собственно, здесь можно продолжать еще несколько примеров, но существо проблемы, которые хотелось бы обсудить с вами, уважаемые коллеги, сводится к тому, что, как известно, споры из трудовых договоров не являются арбитрабельными, то есть на этом стоит и доктрина, и действующий закон, есть соответствующий прямой запрет в Гражданском процессуальном кодексе, хотя при этом, кстати, следует отметить, что закон о медиации, вообще говоря, разрешает передавать для рассмотрения спор медиатору не только трудовой, но и семейный спор. Ну, здесь вот есть некая, так сказать, подвижка, но, тем не менее, трудовые споры не считаются арбитрабельными, ну, по всей видимости, это может быть и правильно. Поэтому возникает вопрос, коль скоро ставим вопрос о существовании полиотрасливых договоров и, вообще говоря, судебная практика, а именно Пленум Верховного Суда в своем постановлении от 14 марта, а, прошу прощения, от 17 марта 2004 года, номер 2, вообще говоря, допустил существование гражданских правовых условий в трудовых договорах, впрочем, он Пленум не ставил, точнее так, не отвечал на вопрос об арбитрабельности, а там шла речь о вопросах подсудности. И, сказав, что, в принципе, такие договоры возможны, да, как сформулировал Пленум Верховного Суда, что если возник спор по поводу неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий трудового договора, ностящих гражданско-правовой характер, например, у предоставления жилого помещения, у оплаты работнику суммы на приобретение жилого помещения, то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами работодателя, и, следовательно, подсудность такого спора районному или мировому суде следует определять, исходя из общих правил определения подсудности, установленных статьями 23.24 ГПК. То есть здесь Пленум Верховного Суда, хотя и не решил вопрос об арбитрабельности, он, в принципе, допустил существование таких трудовых договоров, которые могут в своем составе иметь гражданско-правовое условие. Впрочем, здесь надо отметить, что специалисты по трудовому праву нас с Михаилом Ильичем очень жестоко критикуют, считают, что мы разрушаем трудоправую материю, всячески нарушаем, подбираем права работников и отвергают существование таких полиотраслевых смешанных договоров. Но, по всей видимости, коль скоро и Верховный суд, и, в общем-то, доктрина не содержат каких-то прямых запретов на существование таких гражданско-правовых условий, то, по всей видимости, следует положительно ответить на вопрос об арбитрабельности тех споров, которые вытекают из гражданско-правовых условий трудовых договоров. То есть, в случае, если возник спор, предположим, по вопросу договорного распределения исключительных прав на служебное изобретение, которое в трудовом договоре предусмотрено, такой спор арбитрабелен. Если возник спор о нарушении условий договора об имиджевых правах, такой спор, по всей видимости, арбитрабелен. Если возник спор о нарушении условий о конфиденциальности в период после прекращения трудового договора, то такой спор тоже, по всей видимости, может быть рассмотрен Третьейским судом в соответствии с тем законодательством, которое мы уже обсуждали. Поэтому, уважаемые коллеги, большое спасибо. Готов ответить на вопросы. Дмитрий Владимирович, большое спасибо за выступление. Вы, как наш замечательный выпускник Казанского университета, поддержали наши мероприятия своим присутствием, хотя сейчас живете и работаете в городе Москве. Ну а тот цикл статей, легендарных, я бы даже сказал, статей совместно с Михаил Юрьевичем Челышевым по смешанным договорам в ведущих российских изданиях, эта тематика вами не оставлена? Не оставлена, Дмитрий Михайлович. К сожалению, да, не так быстро, как хотелось бы, но будем надеяться, что эта тематика будет продолжаться. Мы тоже на это надеемся. Дмитрий Михайлович, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше по программе. Я вот с большим удовольствием хотел бы предоставить слово также нашему другу, другу юрфака Казанского университета, Анне Вячеславовне Кузьминой, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Марийского государственного университета. Пожалуйста. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Ну, в первую очередь, я, конечно, хотела бы всех поприветствовать от имени ректора Марийского государственного университета, доктора экономических наук, профессора Сужицова Михаила Николаевича, а также передать приветственные слова исполняющего обязанности председателя арбитражного суда Республики Мэрил Бакулина Андрея Фёдоровича, который меня просил также подчеркнуть значимость вот таких ежегодных симпозиумов, которые проводят весь негражданского процесса, и они значимы, по мнению Андрея Фёдоровича, не только для науки цивилистического процесса, но и, конечно, для судебной практики. Все статьи, которые публикуются в вашем журнале, они изучаются в рамках научно-консультативного совета и выносятся на обсуждение наиболее актуальные и значимые вопросы. Ну, как руководитель секции частного права этого НКС, я точно знаю, что этот журнал есть в библиотеке арбитражного суда Республики Мэрил. Ну и, переходя к тематике заявленной, нужно сказать, что включение договора присоединения третейских оговорок не могло не остаться незамеченным. Ну, по двум причинам. Ну, первое – это, конечно, реформирование законодательства об арбитраже, третейском разбирательстве, вступление в силу этого закона с 1 сентября 2016 года. Ну, и вторая, наверное, причина, по которой мне, наверное, это более интересно, как цивилисту, это состоявшиеся изменения обязательственного права, которые вступили в действие с 1 июня 2015 года в Гражданском кодексе Российской Федерации. И нужно сказать, что нормы о договорах присоединения претерпели, на мой взгляд, концептуальные изменения, на которые я обращу внимание, не на все, конечно, но те, которые касаются именно включения, может быть, третейских оговорок, договора присоединения, вот ваше внимание. Ну, постараюсь быть краткой. Дмитрий Хамилович, как уже говорила, как Перетерский говорил, дайте мне 458 часов на гражданское право, мне будет мало. Так мне будет, наверное, всегда мало времени, чтобы поговорить о договорах присоединения. Ну, напомню, что понятие договоров присоединения закреплено в 428-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, под которым понимаются договоры, условия которых разработаны только одной стороной в формулярах и иных стандартных формах, и были приняты другой стороной без всяческих переговоров в целом. Ну, не буду заострять внимание на драматичной, грамматической ошибке, которую допустил Раймон Салель в 1929. В 1905 году, когда комментировал новейший кодифицированный акт германское гражданское уложение, написал «Контраде Зион». И мы все до сих пор вот эту грамматическую ошибку, да, ну, так скажем, являемся ее жертвами, да. Обращу внимание, наверное, на, в первую очередь, на само процессуальное законодательство. Ну, свобода заключения третейских соглашений, она обеспечивается, ну, конечно, концептуально принципами третейского разбирательства, диспозитивностью, равенством сторон, автономией воли, вступлением в арбитражный процесс. Ну, и вот, в соответствии со статьей 5, пунктом 3 федерального закона о третейских судах 2002 года, который сегодня уже упоминался, вот, и Глеб Владимировичем, и пока еще сохраняет свою силу для арбитражных процедур, незавершенных по этому закону. Так вот, в этой статье предусматривалось, что включение третейских оговорок в договоры присоединения, ну, является ничтожным, если только такое соглашение не было заключено сильной и слабой стороной после возникновения разногласий. Ну, или за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, и были внесены поправки статью 5, ну, в частности, упоминалось, да, о клиринге, клиринговой деятельности, где традиционно, исходя из обычаев делового оборота, всегда третейские оговорки инкорпорировались в стандартные условия, в правила организатора торгов. Ну, такие обычаи предпринимательской деятельности, и понятно, что участники таких торгов соглашались с ними еще до возникновения таких разногласий, но все-таки это было исключение, которое предусматривалось с федеральным законом. И, следовательно, на будущие споры, которые могли возникнуть из договора присоединения, включенное в третейское соглашение, да, не распространялось и ПСАЮРа, и третейский суд не вправе был, в общем-то, рассматривать такие дела по существу. Вот этой позиции арбитражные суды, суды общей юрисдикции, ну, достаточно последовательно придерживались все это время. Переломным этапом, наверное, может стать вот постановление президиума, принятое в 2007 году, оно обсуждалось очень бурно на странице журнала «Третейский суд», когда впервые президиум ВАЗ, ну, задумался о существе кредитных договоров, вернул дело на новое рассмотрение с формулировкой или с акцентом ниже стоящих судов, что не были исследованы все фактические обстоятельства, а именно фактическая возможность заемщика обсуждать условия кредитного договора. Ну, с этой поры много времени утекло, и, в общем-то, каких-то трудностей здесь не возникало, можно вспомнить и постановление президиума, достаточно известное по госконтрактам недопустимости включения в них третейских оговорок. Ну, это было все до вступления в действие нового закона с 1 сентября 2016 года, и нужно сказать, что содержание федерального закона, да, позволяет говорить о том, что вопрос о включении третейских оговорок в договоры присоединения остался неурегулирован. Обращу ваше внимание, может быть, на концепцию реформирования третейских судов, которая хронологически предшествовала сначала первому проекту, который Минюз подготовил, ну, который потом в последующем дорабатывался неоднократно. Так вот, в этой концепции также предлагалось исключить пункт 3 из статьи 5 федерального закона, и это предложение поддерживалось в том числе экспертным советом третейского сообщества, Владимир Владимирович его курирует и является его членом, которые отмечали, что в целях расширения компетенции, недопущения расширительного толкования положения договоров присоединения на третейские соглашения нужно либо как-то уточнить пункт 3 статьи 5, либо вовсе его исключить, но, видимо, вот идея исключения, она победила, да. Ну, может быть, какие-то были, может быть, не смогли правильно уточнить. И в связи с этим, вот у меня, как у члена научно-консультативного совета при арбитражном суде, ну, сразу возникает вопрос, а что же делать в судебной практике в отсутствии непосредственного регулирования? Так теперь, начиная с 1 сентября, можно включать в договоры присоединения вот эти третейские оговорки, то есть до возникновения спора, или же все-таки нужно сохранить прежний подход, который существовал до этого времени. Вот я тоже посмотрела комментарии федерального закона, который подготовлен коллективом авторов и издан статутом, сейчас бегло просмотрела, кстати, 7-й, ну, там тоже уклонились от каких-либо комментариев на сей счет. Хотя это, конечно, инициатива, и такой результат научной работы коллег, конечно, заслуживает всяческого одобрения. Так вот, пока еще, конечно, да, арбитражные суды, возможно, будут рассматривать вопрос о выдаче исполнительного листа, либо оспаривание, да, ну, так скажем, по закону 2002 года, да, еще пока завершают. Но очевидно, что скоро подойдет вот этот конгломерат целых споров по новому закону, и, ну, практику надо какими-то подходами, наверное, вооружить. Я не говорю, что у меня есть какой-то универсальный рецепт, я могу что-то предложить, но могу соображениями своими поделиться и, конечно, буду признательна за критические замечания и полемику уже, так скажем, в неформальной части нашего мероприятия. Ну, и, наверное, прежде чем вообще подойти вот к моим предложениям, хотела обратить ваше внимание все-таки на законопроект, который предшествовал, много бурно и критически, да, оценивался со стороны третейского сообщества, ну и в частности в пункте 8 статьи 7, да, посвященном арбитражному соглашению, ну, было такое правило, что арбитражное соглашение могло быть признано договором присоединения. При этом срок исковой давности по требованиям о применении соответствующих правовых последствий предполагалось определить равным трем месяцам с даты заключения арбитражного соглашения. Правовые последствия по 428 статье, но напомню коллегам, все-таки здесь в большей части процессуалисты, это изменение и расторжение, да, договора присоединения или отдельных его условий на будущее время. Это было в предыдущей ревдации ГК. Ну и в случае предъявления указыванного иска, вот разработчики закона, которые писали, что арбитражное разбирательство могло быть начато или продолжено, и арбитражное решение могло быть вынесено, пока вопрос об изменении и расторжении третейской оговорки ожидает решения в компетентном суде. Ну, соглашусь, что, наверное, подобное регулирование не выдерживает определенной критики, да, по четырем следующим основаниям, на мой взгляд. Ну, во-первых, все-таки разработчики ошибочно смешивают нормы материального и процессуального права. Вот Михаил Зимонович тоже говорил, что еще природа соглашений, да, вот процессуальных, она до конца, наверное, не ясна. То ли материальная, то ли процессуальная природа в третейской, может, смешанная сует-генрость, да. До конца этот вопрос так и не решен в цивилистической науке, да. Но вместе с тем у нас есть ведь закон, статья 420 АГК, который четко определяет, что такое гражданско-правой договор, да. Это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление изменений или прекращения, хотела бы сакнестезировать внимание, гражданских прав и обязанностей. Если мы допускаем, что арбитражное соглашение – это все-таки гражданско-правовой договор, тогда возникает вопрос, а что из него могут возникать гражданские правоотношения? Ну, наверное, нет. Все-таки они являются по своей природе процессуальными. И если, наверное, мы допускаем применение норм гражданского законодательства, да, к таким соглашениям, то, наверное, только по аналогии закона. И только тогда, когда такая аналогия не будет противоречить существу возникающих правоотношений. Второй довод, ну, наверное, он самый сильный, да, против такой позиции, что свобода воли присоединяющегося контрагента в договорах присоединения, ну, в известной мере ограничена. Это подчеркивалось неоднократно, начиная с начала XIX века во всех научных работах, а затем и в судебных решениях, в том числе в постановлениях и определениях Конституционного суда Российской Федерации. Поэтому, если признавать, опять же, третейское соглашение гражданско-правым договором, который может заключаться именно особым способом, договор присоединения целёж, особый способ заключения договоров, то, получается, таким образом мы нарушаем основополагающие принципы третейского разбирательства, где автономия воли, диспозитивность и абсолютно, так скажем, юридическое равноправие, конечно, предполагаются априори. Ну, а в свете ещё, если мы вводим какой-то давностный срок, пресекательный, три месяца с момента заключения такого договора, да, то права, в общем-то, присоединяющиеся к стороне мы очень сильно ограничим, в том числе на доступ к правосудию, потому что о нарушении своих прав в сторонах, которые присоединяются к формуляру, чаще всего узнают не в момент заключения, а чаще всего она узнаёт, когда начинает этот договор, что исполнять, а к третейской оговорке она обратится, когда у неё ещё и при исполнении возникнут какие-то разногласия своим контрагентам. Поэтому, мне кажется, введение какого-то вот здесь вот срока исковой давности, такого, тем более ещё короткого, ну, наверное, требует дополнительного теоретического и практического обоснования. Третье, наверное, довод, что в соответствии с пунктом 2, 428-й статьи, договоры при соединении, их отдельные условия могут быть изменены или сам договор может быть расторгнут только в том случае, если афферент, сильная сторона включил туда явно обременительные для присоединяющейся к стороне условия, которые, конечно, исходя из разумно полагаемых своих интересов, она никогда бы не приняла, будь у неё возможность вести переговорный процесс свободно. И тогда опять возникает вопрос, а что третейская оговорка сама по себе является таким явно обременительным условием? Ну, наверное, нет. И вот Конституционный суд в своём определении от 1 июня 2010 года, номер 754 ООО, отмечал, что третейское соглашение, исключающее возможность оспаривания решения третейского суда, допустим, государственный суд, не нарушает Конституционное право на судебную защиту. Само по себе такое третейское соглашение, наверное, нельзя признать явно обременительным. И более того, если опять же мы гипотетически допускаем, что это соглашение носит материально-правовой характер, обладает такой природой, то тогда мы должны, наверное, оценивать все условия такого соглашения. То есть выбор наименования постоянного действующего арбитражного учреждения, выбор конкретного судьи, дополнительные требования к его квалификации, ну и некоторые другие. Ну и в-четвертых, конечно, подразумеваемый судебный подрядок, который вот был в этом проекте, он нарушает, наверное, главный принцип, да, они сообразуются с доктриной примафации в том, что сам арбитраж должен, в общем-то, определить, является ли действительным и заключенным третейское соглашение и решить, имеется ли у него компетенция, да, на рассмотрение соответствующего спора. Ну, вот немножечко подводя такой подытог вот этой процессуальной части, хочу, наверное, выразить свое мнение, что исключение нормы о ничтожности третейской оговорки было явно ошибочным. Да, в своем стремлении расширить компетенцию третейских судов, ну, наверное, мы рискуем превратить свободу договора и автономию воли для присоединяющейся страны в некий фетиш. Ну, и, наверное, такой подход не сообразуется и с общими мировыми тенденциями. Ну, достаточно, может быть, вспомнить, но она посвящена, это ГАГСкая конвенция 2005 года, не сколько не третейским соглашением, а пророгационным соглашением, но вместе с тем, в принципе, суд может не принимать во внимание пророгационную оговорку, если она нарушает принцип что? Справедливости. Как явно обременительные недобросовестные условия, арбитражные оговорки в договорах присоединения квалифицированы в директиве ЕС номер 93 о несправедливых условиях договора и в модельных правилах европейского частного права. И вот сегодня Андрей Владимирович обращал внимание на стык и влияние гражданского законодательства на гражданский процесс. И там, кстати, есть тоже еще и другие условия процессуального характера, которые европейские страны рассматривают как недобросовестные, несправедливые и запрещают, и включают договоры присоединения. Ну и вторая часть, очень буду кратко, это все-таки регламент. Это касающиеся гражданского кодекса. Первое изменение, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, это что расширена сфера действия договоров присоединения для предпринимателей, во-первых. Сейчас предпринимателям предоставлена точно такая же защита от явно недобросовестных условий, как и потребителям, что в общем в свете введения принципа добросовестности стопеля является рискованным, поскольку очень расширяет возможности оспаривания третейских соглашений, да и вообще договоров, если имелось переговорное неравенство. И второе, пункт третий, предполагает новую конструкцию, заключение договора с неравенством переговорных возможностей. И, к сожалению, пока цивилисты не ответили на главный вопрос, чем договоры, заключенные с неравенством переговорных возможностей, принципиально отличаются от договоров присоединения. Вот пока этот вопрос тоже остается открытым. Может быть, вот на эти два изменения ГК в статье 428 статьи я хотела бы обратить ваше внимание и подумать, каким образом они повлияют в том числе и на компетенцию третейских судов, когда третейские оговорки включены в договоры присоединения. Благодарю за внимание. Прошу прощения, что немножко вышло из региона. Спасибо, Анна Вячеславовна, за такое интересное выступление. Я в очередной раз убеждаюсь, что когда цивилисты начинают заниматься гражданским процессом, получаются интересные мнения, новые выводы и так далее. Тем более мы знаем, что тема договора присоединения это ваша основная тема научных исследований, да? Ну и Глеб Владимирович, наверное, только остается посоветовать, что теперь вы знаете, кто должен стать у седьмой прокомментировать-то и не побоиться сказать, что нельзя, да? Включать, видимо. Это второе издание. Особенно в условиях того, что нормы отменены, не будут действовать только в отношении арбитража, а нормы, касающиеся договора присоединения, касаются арбитражного соглашения. Так, уважаемые коллеги, двигаемся дальше. У нас неминуемая, так сказать, программа подходит к концу, поэтому просьба по возможности соблюдать регламент. Я бы с большим удовольствием хочу предоставить слово нашим коллегам, друзьям из Воронежского университета. Ольга Александровна Протякова, кандидат в юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса. Пожалуйста. Спасибо большое. Я тоже присоединяюсь ко всем благодарностям здесь ранее сказанным, но чтобы не задерживать внимания, тем более, что его все сложнее концентрировать на выступающих, и умиротворяющая обстановка все больше располагает к дреме некоторой. Поэтому я постараюсь, насколько возможно, оживить и, во всяком случае, не убаюкать до конца. Я здесь вышел только что, Михаил Зинович, он меня почти убедил в том, что надо поменьше критиковать законодателя в части нового закона об арбитраже. Действительно, те политико-правовые цели, которые он представил, он, наверное, решил. Но, знаете, вредная привычка юриста, и тем более юриста-цивилиста, заставляет читать все законы с карандашом, и желательно читать их в системе. И именно поэтому вот получилась такая ситуация, что карандаш, конечно, сильно пригодился, когда я попыталась подсчитать норму об арбитражных соглашениях и совместить эту норму, вот эту уже затронутую здесь статью 7 пресловутую, с двумя моментами. Во-первых, с новыми правилами арбитража по корпоративным спорам. Во-вторых, соответственно, с арбитражно-процессуальным кодексом, который говорит о корпоративных спорах. И, в-третьих, со всем корпоративным гражданским законодательством. Ну, я здесь, не пугайтесь, все не буду приводить. Да, но с какими-то нормами, которые явно приходят в противоречие, на мой взгляд, или, во всяком случае, сложно согласуются. Ну, вот давайте так, от печки, если начинать, то, конечно, ну, что такое арбитражное соглашение, рассказывать здесь всем известные вещи не буду. Однако, какие новеллы связаны именно с арбитражем по корпоративным спорам? Понятно, что есть процедурные новеллы, связанные с тем, что это должны быть отдельные правила, что это постоянно действующий арбитраж, должен быть это всем известным. Но дело в том, что главная новелла в норме об арбитражных соглашениях – это то, что такие соглашения, связанные с корпоративными спорами, могут, оказывается, воспроизводиться в текстах уставов корпоративных организаций. И вот здесь, конечно, возникает очень много, на мой взгляд, вопросов, которые следует решить. Но прежде чем вот по уставу прямо и вообще с этим все связанные вопросы обсуждать, немножечко вернусь назад с тем, чтобы показать, что и круг вопросов, который будет отнесен к так называемым корпоративным спорам, и эти споры будут арбитрабельны, на сегодняшний день представляет, ну, если может так выразиться, некую матрешку. Дело все в том, что закон об арбитраже отсылает в части корпоративных споров к соте 225 АПК, 225 Прим, и говорит о том, что это те же самые корпоративные споры за исключением двух категорий. Прямо называются пункты, да, есть прямая отсылка, мы эти пункты читаем, получаем, что это споры корпоративные, связанные с долями, акциями, их оборотом и правами на них, а также это споры, связанные с ведением реестров этих самых, да, акций и так далее. То есть, в общем, только два исключения. Однако, если мы начинаем, да, все остальные споры, споры очень большой, большой перечень, естественно, это споры, связанные с созданием, с ликвидацией, с реорганизацией, с управлением, с участников между собой, участников юридических лиц, юридического лица с третьими лицами и так далее. Огромный перечень споров, вот якобы все это арбитрабельно. Но на самом деле, если мы дальше продолжаем читать статью АПК, то с изумлением обнаруживаем, что она на две трети посвящена как раз тому, что нельзя передавать на рассмотрение третийским судам. И почему-то про это закон об арбитраже не упоминает. То есть, он упомянул часть первую, да, просто указав там исключение. Но дело в том, что все дальнейшее показывает, что как шагреневая кожа начинает сужаться, круг споров, которые можно передать, корпоративных споров можно передать арбитражу. Ну вот, например, мы дальше начинаем читать АПК и понимаем, что исключением является, предположим, уже тут же, буквально, сразу же споры о созыве общего собрания. А это, между прочим, один из споров, связанных с управлением, например. Естественно, что тут же мы начинаем рассматривать дальше, понимаем, что еще целый ряд споров может оттуда совершенно спокойно быть исключен, да, потому что напрямую часть вторая, 225-й прям один, говорит вам, что эти споры не передаются Третьейскому суду. Более того, собственно, начинаем читать норму о спорах, которые вроде бы допущены и арбитрабельны, да, то есть нет вроде бы исключения. Но, однако, смотрите, какая формулировка ВПК. Споры связаны с эмиссией ценных бумаг. Вот такая широкая группа. Но для любого цивилиста понятно, что часть этих споров это в итоге споры о принадлежности акций и принадлежности иных эмиссионных ценных бумаг, а это значит, смотри выше, эти споры не передаются в арбитраж. То есть, на самом деле, мы получили сейчас достаточно рассогласованные нормы АПК и закон об арбитраже даже в части того, какие корпоративные споры подлежат рассмотрению. И здесь, конечно, это совсем не шутки, да, спор о компетенции, и поэтому мне кажется, что здесь-то как раз это совершенно процессуальные вопросы. Я думаю, что их надо как можно четче все-таки законодателю определять. Ну, а теперь, переходя уже непосредственно к арбитражному соглашению вот по этим самым спорам, попробую показать, какие проблемы возникают в связи с тем, что мы считаем арбитражной оговоркой указание на возможность передачи корпоративных споров в самом уставе соответствующей корпорации. Ну, здесь давайте начнем от печки. Дело все в том, что арбитражное соглашение все-таки соглашение. Можно, конечно, сейчас здесь копья ломать по поводу того, гражданско-правовое, не гражданско-правовое, но в любом случае, если соглашение, и если специальных правил об этом соглашении, о его заключении, изменении, расторжении, недействительности не содержат процессуальное законодательство, значит, видимо, речь идет все-таки о всех этих правилах, содержащихся в гражданском кодексе. Если это так, то в этом случае давайте рассмотрим природу устава. Есть государства, которые считают, что устав некая квазидоговорная вещь, то есть все-таки можем с натяжкой назвать договором, но для нашей страны традиционно устав является локальным актом юридического лица. И с этой точки зрения о него почти сразу разбиваются все правила о заключении и так далее, расторжении, изменении гражданского правового договора и признании недействительным тоже. Ну, давайте попробуем, начнем, допустим, с формы. Всем известно, что арбитражные соглашения должны быть письменными. Устав вроде бы как тоже некий документ. Но другое дело, что письменная форма соглашений в гражданском кодексе – это когда составляется единый документ, подписываемый сторонами, или когда стороны обмениваются документами, подписанными, и эти документы не только должны содержать подпись, но и должны содержать способ идентификации стороны. То есть обязательно нужно точно знать, кто подписал. Эти данные совершенно необходимы. Для соблюдения простой письменной формы любого гражданского правового соглашения. А теперь давайте посмотрим на устав. Устав с точки зрения нашего корпоративного права – это акт, который не заключается, и это подчеркивает ИГК, и все корпоративные законы, закон ОБОО, ОБОО и так далее, а утверждается. Утверждается либо единственным участником, либо учредителями при создании, а дальше уже общим собранием, обществу, если речь идет о его реформе. То есть в этом случае получается, что такое утверждение? Это значит, что в большинстве, в абсолютно подавляющем большинстве уставов подписей сторон нет. Я даже, не сторон, в смысле, а участников. Но более того, нет и самих участников. Более того, сейчас почти все законы, и даже вот раньше, допустим, в законе ОБОО содержалось правило, что учредители должны быть там поименованы. Теперь эти нормы уже несколько лет как исключены, и, следовательно, в уставах нет ни фамилий, ни имен этих участников. Мы не можем вообще идентифицировать их иначе, как только взяв там список акционеров и так далее. Можно ли считать, что таким образом речь идет о письменной форме, вообще говоря, соглашения арбитражного? На мой взгляд, нет, наверное, все-таки. Тем более, что есть замечательная вещь, единственные случаи, где все-таки мы видим подпись участника на уставе, это когда устав утверждается единственным участником. Но в этом случае поднимется ли у кого-нибудь рука назвать это договором, назвать это соглашением? У нас какая-то шизофрения начинается, мы сами с собой договариваемся. То есть очевидно, что здесь с формой, письменной формой соглашений по гражданскому кодексу внесение арбитражной оговорки в устав совершенно не согласуется. И с этой частью, да, вот, собственно, можно здесь поставить точку, но я попробую продолжить. Если речь идет о других характеристиках договора, да, или соглашения с гражданской правовой точки зрения, то дальше мы начинаем анализировать содержание, модели заключения, то есть выражение воли и, естественно, недействительности, последствия недействительности. И вот здесь возникает больше вопросов, чем ответов. Ну, например, традиционный подход, с которым никто, по-моему, уже не спорит, что арбитражная оговорка – самостоятельное соглашение, даже если она включается в текст любого договора. Если она включается в текст устава, она тоже сохраняет, вроде бы, вот эту свою самостоятельность. Но дело в том, что если она включается в текст договора, любого, гражданскоправового договора, там, купли-продажи и так далее, то мы там дальше знаем, как с этим работать. То есть мы, во-первых, совершенно спокойно понимаем, что это отдельный договор, и значит, недействительность всего остального не влечет в недействительность арбитражной оговорки. Мы совершенно знаем, что расторжение, истечение срока основного договора не влечет, опять же, прекращение арбитражной оговорки. А вот что делать с уставом? Это не договор, еще раз подчеркну, в нашей доктрине, во всяком случае. Это акт. Соответственно, вот он кем-то утвержден. Например, собранием участников или собранием акционеров. А теперь представьте себе, что надо признать арбитражную оговорку, содержащуюся в уставе, недействительную. Возникает вопрос, мы что, признаем сейчас часть устава недействительную? Во всяком случае, такая практика для нашей страны, мягко говоря, нетрадиционна, достаточно сложна. Локальный акт все-таки оценивается, как правило, целиком. Это не отдельные какие-то кусочки. То есть мы не воспринимаем устав как бумагу, на которой написаны разные вещи. Устав – единый документ. И в этом смысле, конечно, тоже возникают разные сложности. Как и в обратном случае. Что будет, если мы устав будем изменять, дополнять или вообще менять на новый? Например, в стадии реорганизации. С одной стороны, здесь вообще возникает еще одна противоречия. Закон об арбитраже и закона гражданского или закона об акционерных обществах. Дело в том, что напрямую указано, что если арбитражная уговорка включается в текст устава, то такой устав, а равна такая арбитражная уговорка, теперь начинает изменяться и дополняться только единогласно всеми членами этого общества или этого товарища, кооператива. Понимаете, в чем штука? Для корпоративного юриста это довольно большие риски. То есть сделать весь устав из-за включения туда арбитражной оговорки всегда изменяемым единогласно, это могут позволить себе, мягко говоря, отчаянные люди в нашем обороте. Наоборот, все пытаются найти те всякие способы, чтобы хотя бы большую часть вопросов, связанных с изменением устава, утверждать, например, хотя бы половиной или квалифицированным большинством. Единогласие – это всем понятно, довольно сложная штука. Здесь же мы выбираем между тем, нужна нам эта арбитражная договорка в уставе, и мы делаем все вопросы изменения устава единогласными. Или, может, не так уж она важна, и боюсь, что все будут склоняться к последнему варианту. И это означает, что норма о включении в устав, мягко говоря, будет декларативной. То есть она вряд ли кому-нибудь потребуется. Это слишком жесткие правила. Но понятно, откуда уши растут. Законодатель своим вот таким правилам о единогласии хотел подчеркнуть, что раз все выражают волю, значит, вроде бы мы заключаем договор. Но хочу вам сказать, что этого не происходит. Потому что здесь, например, даже такое квазизаключение имеет значение только в момент утверждения этого устава. А в последующем все вступающие сюда новые участники, они просто подчиняются этому уставу. То есть их воля, собственно, совершенно никак не выражалась, не согласовывалась и так далее. С точки зрения догмы гражданского права согласование воли не происходило. Это, конечно, не договорная конструкция, безусловно. С этой точки зрения нужно сказать, что это довольно смелая норма, позволяющая считать некую фразу в уставе арбитражным соглашением. Со всех точек зрения достаточно смелая норма. Если же мы посмотрим с вами на то, как, соответственно, может это работать в других корпоративных конструкциях, потому что у нас есть корпоративный договор, есть учредительные договоры в некоторых формах, есть договоры о создании, то возникает вопрос, а туда можно включить арбитражную оговорку? Ну, пожалуйста, это все-таки договоры, здесь вот этих проблем как с уставом не будет, но возникнут другие проблемы. Дело в том, что, во-первых, возникнет предел, так называемая проблема предела в действии арбитражной оговорки. Это выявлено давно уже действующей арбитражной практикой и подтверждено практикой МКС, например, и не только нашего, но и при Международной торговой палате, что в том случае, если оговорка включается в текст любого договора, она касается только споров, связанных с этим договором, ну и вот вокруг, совсем, прям очень четко вокруг. Что будет в том случае, если мы в договор о создании юридического лица включим арбитражную оговорку? На какие споры она распространится? Ну, только на споры о создании. Это при том, что договор о создании будет действовать до момента создания, что само по себе уже, да, делает почти бессмысленным эту арбитражную оговорку, Но она может действовать и после, опять же говоря, только о спорах о создании. Что такое, например, в учредительном договоре? Мы опять получим довольно сложную конструкцию. Дело в том, что это тоже только вопросы, связанные с учреждением. И тут возникает вопрос, а можно мы сразу опишем все споры в учредительном договоре, которые передаем на рассмотрение арбитража, ну так, на будущее время? Я думаю, что, в общем, гипотетически, если так совсем отчаянно поступить, наверное, можно. Но мы опять же столкнемся с проблемой, каким образом все остальные участники начинают подключаться к действующему учредительному договору. Ну вот здесь опять будет помянут некий странный формат. Это, конечно, может быть не договор присоединения, но вот здесь будет сложно договариваться. Правда же, на входе в общество, которое уже создано, у которого, допустим, действует какой-то учредительный договор. Тем более, что сейчас практически таких конструкций уже даже представить себе нельзя. Мне кажется, что здесь нужно еще обсудить проблему, связанную с другими способами арбитражных соглашений у корпоративных организаций. Вот как их заключать еще, если не включать в их собственные акты, договоры корпоративные или договоры о создании. Традиционным служит, например, процессуальный обмен документами. Ну то есть вот когда обращается, допустим, юридическое лицо в суд и, соответственно, в иске, в арбитраж, допустим, да, и в иске говорит, что вот они согласны с подчинением правил, правилам этого арбитража. А предположим, да, ответчик, который, там, неважно, кто это будет, участник и так далее, то есть вот он тоже вроде бы как не возражает. Обмен документами некими произошел. Я сейчас опущу целый ряд проблем, которые с этим связаны, но хочу поговорить о проблеме, которая очень ярко стоит сейчас перед корпоративными юристами. Это проблема полномочий на такие арбитражные соглашения. Вот, да, вот Елена Ивановна мне подсказывает, что надо закругляться, все, закругляюсь. Полномочия, это означает, что, как правило, с такими требованиями обращаются все-таки не лица, действующие от имени юридического лица без доверенности, а их представители. То есть у них есть доверенности. Эта проблема уже выявлена арбитражной практикой, я думаю, что новые только появятся, да, с 1 февраля, когда начнут действовать все эти корпоративные регламенты, они только усилятся. Принцип простой. Дело в том, что доверенности, которые выдается юридическому лицу своему представителю, они, как правило, носят процессуальный характер, ну, в суде, да, вот, или в арбитраже. И, естественно, что там, как правило, никогда нет такого отдельного полномочия, как арбитрабельность, то есть как возможность передать это на рассмотрение арбитражу. Соответственно, как к этому относиться? Может ли такая доверенность действительно подтверждать возможности такого представителя передать исковое заявление в арбитраж? Компетентен ли в этом случае арбитраж? Проблема связана еще и с тем, что сейчас в ГК появилась относительно новая норма, 1217 статья Прим-1, которая говорит о презумпции того, что в доверенностях, особенно в трансграничных доверенностях, не указание на такое полномочие, если прямо оно не запрещено, говорит о том, что оно есть. А вот арбитражные суды, государственные особенно, оценивают это как обратное правило, как то, что если в доверенности представителя не написано, что он может сам решать судьбу, в какой арбитраж передавать и вообще, что это будет арбитраж, то это совершенно невозможно сделать. Это проблема, которая на стыке права и процесса порождает в итоге огромный вопрос перед арбитражем о его компетенции рассматривать спор. То есть мы уходим из права в процесс и вообще в третейское законодательство. Но это показывает лишний раз, что, конечно, здесь тоже вот эти мосты совершенно не налажены. Ну и завершая, хочу сказать, что несмотря на призывы Михаила Зиновича не критиковать законодателя, из разряда не могу молчать, да, вот все-таки нестыковок довольно много, слишком много. И, наверное, все-таки с ними надо разбираться каким-то образом. Спасибо за внимание. Спасибо, Александра, особенно за то, что вы ушли призыв Михаила Зиновича не критиковать. Но на самом деле проблема очень серьезная. И опять-таки здесь цивилистика нам помогает. То есть нужно внимательно анализировать устав и иные документы общества. Уважаемые коллеги, хочу с большим удовольствием предоставить слово нашему другу Андрею Алексеевичу Павлову, адвокату Адвокатской палаты, городу Москвы. И это на сегодня завершающий доклад. Дмитрий Михайлович, спасибо большое. У меня ужасная ситуация. Я понимаю, что организаторы вынуждены пожертвовать либо частью подведения итогов, либо частью фотографирования, либо ужином. Это вообще невозможно. Поэтому я должен быть максимально кратким. Готовясь к сегодняшнему выступлению, так получилось, что мой доклад находится в развитии той темы, которую поднял Дмитрий Владимирович Огородов. И я хочу коснуться одного, казалось бы, очень небольшого аспекта, а именно возможности арбитрабельности современных объектов авторского права. И хочу коснуться вопросов программирования. Я постараюсь быть очень краток. Хочу объяснить, почему я хочу об этом поговорить. У нас произошло значительное развитие уровня техники. И я вывел для себя два таких ключевых тезиса. Во-первых, нивелировано значение труда одного человека. А во-вторых, невероятное развитие техники привело к совершенно беспрецедентной мобильности. Что было? У нас уважалось творчество одного индивидуума. Вот для примера, как это проиллюстрировать? Что было раньше? Какие были раньше цены объекта авторского права? Например, песня Yesterday Beatles. Мы все знаем, любим. Одна из, по-моему, даже самая часто издаваемая песня. Исключительные аудиовизуальные произведения, например, Война и мир. Мы знаем автора и ценим именно творческий труд. Что произошло сейчас? Что ценно в наши дни? Мультфильм «Маша и Медведь». Кто его нарисовал? Никто не знает, кто художник этого мультфильма. Его художник – программа. Его делали программисты. Конечно, есть определенный элемент дизайна, но тем не менее. Фильм «Аватар». Абсолютно незнакомые актеры. Я бы даже сказал, достаточно низкооплачиваемые в сравнении с грандами Голливуда. Голливуда, безусловно, известный режиссер. Но, опять же, ценность фильма заключается не в том, кто и как играл, а в том, как реализована художественная составляющая этой картины. И все это программирование. И программирование сейчас стало основным, наиболее ценным драйвером экономики. Смотрите, раньше ученые придумывали вещества. Сейчас программисты пишут программу, чтобы придумать вещество. Получается, от того, не уедет ли программист и не увезет ли он с собой что-то, написанное в одном месте, в другое место, зависит и ценность вот этого условного рынка, оборота исключительных прав на программный продукт. И от этого зависит и дальнейшее развитие уровня техники. Самый яркий пример, который, я уверен, знают многие, скорее всего, все, освещавшиеся в прессе, это ситуация, которая сложилась с группой, назовем их так, бывших руководителей, программистов крупнейшего российского холдинга ВКонтакте, которая уехала в неизвестном направлении, в буквальном смысле этого слова, и написала мессенджер Телеграм. И по этому поводу существует латентный спор о том, все-таки вправе ли они были использовать наработки, которые были очевидно созданы, как говорят программисты, в свободное от работы время, но поскольку они были руководители, они сами определяли, что свободное, что несвободное. И вот для потенциально пострадавшей стороны, мы сегодня исходили из того, что сторона, например, в заговоре присоединения, сторона, которой предлагают присоединиться, это слабая сторона, но в данной ситуации, казалось бы, крупный холдинг является слабой стороной, является пострадавшей стороной. Вот как ему защищать свои права, как ему восстанавливать свои права, защищать свои интересы? Если это территория одного государства, нет никаких проблем, всегда можно воспользоваться национальной судебной системой, всегда можно обратиться в государственный суд. Я бы хотел предложить концепцию все-таки применения международного коммерческого арбитража для тех случаев, когда речь идет о трансграничных спорах. А, к сожалению, мы знаем о том, что ряд стран представляют себя сейчас, даже можно так назвать, инкубаторами программирования, они активно заманивают программистов из других юрисдикций, в первую очередь, конечно же, Соединенные Штаты, ну что далеко ходить, очень много программистов, например, в Беларуси уезжают. Вот опять же пример трансграничных споров. И решение государственного суда, хотя бы на условиях взаимности о взыскании компенсации, может быть исполнено в определенном количестве стран, но решение, например, об запрете использования программного обеспечения, какого-то части кода, блока, будет исполнено в совершенно незначительном, небольшом количестве стран. У нас с европейскими странами существует соглашение с Италией, существует соглашение, например, с Республикой Кипр, но нет соглашения с Великобританией, нет соглашения, безусловно, с США. Это очень важно. И Институт международного коммерческого арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции будет хорошим выходом для этого. Но, уважаемые коллеги, ведь мы представляем до известной степени сферу услуг. Юристы должны предоставить предпринимателям возможность таким образом функционировать, чтобы добиваться прибавочного продукта. Мы зависим от них в значительной степени. И международный коммерческий арбитраж, который бы рассматривал такие споры, должен быть очень эффективным. А эффективность зависит от значительного количества критериев. И ни в шведский арбитраж, в торговую палату, ни в лондонский суд коммерческого арбитража, ни даже в международный коммерческий арбитражный суд при ТПП с подобного рода спорами не обратишься. Очень большая, очень сложная процедура, очень длительные сроки рассмотрения споров. И я хочу предложить в определенном смысле мечту. Нужно двигаться к тому, чтобы все-таки создавать электронные арбитражи. Мы дойдем до этого, и вопрос на самом деле не настолько сложный. Он разрешим. Есть ряд ключевых моментов, без которых не обойтись. Во-первых, самый главный вопрос – это техническая экспертиза. Ни один юрист не сможет сказать, использован был какой-то участок кода или не был использован. Второй момент – это уведомления. Но, послушайте, все программисты не хотят пользоваться обычной почтой, они хотят пользоваться электронной почтой. Почти у всех сейчас есть электронно-цифровые подписи. Существуют надежные механизмы и доставки электронных уведомлений, и удостоверение факта стороны, от которой они исходят. И всего лишь все, что нужно – это письменное арбитражное соглашение. Следующий момент. И здесь хочется обратиться к тому интересному примеру, который привел Асхат Назаргалевич. Это кому же доверить такой спор? И вот по опыту я вам хочу сказать, что российским арбитрам мало кто понесет споры. Все будут искать англичан. Соответственно, наверное, нужно искать какие-то юрисдикции, где будут сидеть люди, престарелые судьи в отставке, либо взрослые адвокаты, которые будут заботиться о своей собственной репутации, поэтому им можно будет доверить рассмотрение этого процесса. Мы можем говорить о том, что окончательные сроки, в течение которых могут рассматриваться подобные дела, их можно сократить на самом деле до двух недель. И, наконец, самое главное – это исполняемость этих решений. Исполняемость трансграничных решений международного коммерческого арбитража исключительно высокая. И найдется огромное количество юридических компаний, которые согласятся сделать это даже на условиях гонорара успеха. Это хорошая идея. И вот чтобы попробовать протестировать возможность ее реализации, мы сегодня во время кофе-брейка, так сказать, в кулуарах, я предложил подумать нескольким практикующим юристам, в точности, Ксантину Валентиновичу Егорову и отсутствующему здесь Эмилию Амирчу Гатаулину. И ребята сказали, «Слушай, а что мы ждем? Давай срочно создавать». Поэтому есть запрос, есть проблема, и я предлагаю не упираться в рамки текущего законодательства о третийских судах, потому что это всегда будет субститут национального законодательства, а подумать о том вызове, который нам бросает текущее состояние и уровня техники, и контактов международных, и мобильности населения, и подумать о том, что бы это мог быть за такой коммерческий арбитраж в будущем. Я думаю, что хватит с учетом недостатка времени. Спасибо. Андрей Алексеевич, большое спасибо за такой интересный доклад. Особенно запомнился такой тезис, призыв, да, все вокруг программирования. Матрица, да. Это правда. Садитесь в машину, все. Раньше был карбюратор, сейчас система впрыска основана на программе. Раньше была печка, сейчас климат. Ну все вокруг нас программирование. Вот этот микрофон, оно и тот внутри программы имеет. Вот как, Дамир Алексеевич? Да. Ну знаете, как будто это мы не на симпозиуме журнала «Вестник», а тут это. В факультет ВМК собрался. Это, конечно, ты очень продвинутый. Спасибо тебе большое. Нас к этому тоже приближай, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, ну, собственно говоря, программа симпозиума реализована. Если позволите, я бы хотел очень-очень-очень кратко подвести некоторые итоги. Ну, сегодня мы прослушали 28 докладов по различным проблемам гражданского арбитражного процесса, исполнительного производства, национального и зарубежного права. Собственно говоря, тематика симпозиума на 90% соблюдена. То есть большинство докладов, собственно говоря, было именно сугубо по арбитражу в том или ином его представлении в широком либо узком смысле. Но в то же время, я считаю, наш симпозиум был обогащён ещё и докладами на смежные тематики, докладами по исполнительному производству, по истории гражданского процесса. Могу сказать, что очень сильно обогатили наше общение сегодня. Доклады с цивилистическим сильным уклоном, но я считаю, что это огромный плюс – это взаимодействие права и процесса. Уважаемые коллеги, симпозиум задумывался на самом деле как некое такое место, где встречаются единомышленники, друзья. Один раз в год мы можем себе это позволить, а вот в этом году на самом деле получился просто праздник. Вам большое спасибо, что мы в таком очень представительном составе сегодня здесь собрались, обменялись таким экспертным, профессиональным мнением. И я надеюсь, ещё обменяемся в неофициальной обстановке уже чуть попозже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!